Продолжение следует... 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 Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Братья и сестры, поздравляю вас. С чем? Ну, прежде всего, поздравляю с тем, что сегодня воскресный день, что все мы собрались. Поздравляю с тем, что удалось преодолеть свои заботы, суету мирскую, холод, гололед и голод в том числе преодолели. Ну, а что более ценно для человека, как непреодоление самого себя. Когда мы преодолеваем себя, вот тогда поистине, вот эта победа самая большая, я считаю, победа, когда себя победил, свою вот эту немощную плоть. Когда победил ее, тогда испытываешь удовлетворение, которое ни с чем не сравнимо. Значит, стою сейчас и думаю, вот, а вот, там много, слава Богу, и радуюсь. Радуюсь, что мы пришли пообщаться друг с другом, вести вот эту жертву, которую угодно Богу, сколько раз мы говорим. И она, эта истина, от повторения многократного не меняется, она остается истиной. Потому что это Бог сказал. А то, что Господь сказал, это истина непреложная и вечная. Однажды сказал Господь, в тот день, в который вкусите, смертью умрете. Все так в каждой клеточке рэпо ему звучит, в каждой клеточке нашего организма. И в то же время вместе с радостью испытываешь печаль, печаль о том, что с нами нет дорогих нам близких людей, которые ушли. Не знаю, у кого как, у меня постоянно вот эта мысль остается, как будто какая-то ранка кровоточащая в теле, в душе. Потому что столько лет люди ходили, столько слышали, столько восхищались, столько говорили прекрасных слов о наставнике, об общине. И все, потом исчезла. Одна из этих сестер благотворила мне, поэтому я просто всегда помню ее благодеяние ко мне. Другая сестра уходила, потом вернулась, говорила, как я безумная, что я сделала, и опять ушла. Отчего так происходит? У меня всегда возникают эти мысли, потому что, если мы будем забывать об этом, если мы не будем в поисках причин, почему люди уходят от нас, мы сами можем последовать туда же. А нужно ли это? Куда это ведет? Мне вот думается, что прежде всего причина кроется в нас самих и в том корне, в который есть в каждом из нас. Это эгос, личность. И самый великий и вести ценный дар от Бога, страшный одновременно дар – воля. Мы вольны поступать так или иначе. И когда мы забываем, что этот эгос чаще всего препятствует нам спасению нашей души, то и последует падение. Встаю я в трамвае. Намерен, мне нужно быстро выйти из трамвая, чтобы быстрее добраться до рабочего места, до работы. Впереди меня стоит девушка. Она стояла в одной стороне, потом подошла там, где я хотел быстрее выйти. Она встала и загородила мне путь. Я думаю, ну теперь я уже потеряю несколько минут из-за этого. И уже начинается во мне, вот какая она, вот зачем она сюда встала. Ну вот это что? Это проявление моего вот этого внутреннего эгоса, моего внутреннего состояния, который не бодрственного состояния. Ну а вот тут же, когда шла, конечно, молитва, и разумился, Господь сразу меня разумил. Ну чего ты? Ну успеешь ты выйти. Ничего страшного. В общении между людьми я пришел к выводу, что мы друг до друга являемся зеркалом. И сделал для себя такой вывод, феномен зеркала. Причем зеркала бывают разными. Бывает, вот смотришь, в одно зеркало приятно себя вот такой, наружности видишь, да. А к другому зеркалу, вот я недавно подошел случайно и увидел, подошел то же самое лицо, но в нем увидел. Оно как бы увеличительное стекло, оно увеличило мое, так сказать, изображение моего лица. И я увидел дефекты, которые раньше в другом зеркале не замечал. Поэтому, когда мы друг друга близко видим, то мы можем увидеть нечто такое, которое нам может не понравиться. Это как раз я говорю о тех моментах, когда мы в общении друг с другом говорим обличительные слова друг другу. И это еще к тому, что причинам, когда люди уходят от нас, что большой видится на расстоянии. Мне думается, возникала такая мысль. Почему вот о наставнике нашем, многие за рубежом, там везде и здесь близко, даже противники его говорят многое такое, которое мы перестаем замечать. Да потому что, если мы слепы, мы и не замечаем. Потому что есть такая притча. Несколько человек обследуют слона. Слепые причем, слепые. Несколько человек. И что? Каждый по-своему видит. Один хвост, другой какой-то столб, другой третий столб, там хобот, еще что. А в целом-то нет восприятия. И вот думается, что они видят это издалека, потому что, а когда вот близко, то и не видишь того целостного, так сказать. Мы не умеем, как Богу возможно это делать, одновременно видеть и лес, и дерево, каждая составляющая леса. Вот такие вот у меня размышления по поводу причин того, что уходят от нас люди, что мы собой являем, что мы можем не бодрствуя упасть. Но, как нас сегодня призывает Священное Писание, в проповеди мы слышали, что если упал, то вставай, вставай и не лежи, и иди. И как мы неоднократно слышали, ухватишь за ризу и не отпускайся, несмотря на все козни дьявольские. Тогда не будет у нас вот этих недовольств, поисков недовольств. Тогда не будет у нас группировок по этим недовольствиям, чаще всего, потому что нужно помнить, что такое выражение, которым пользуется это лозунг сатаны. Поражу пастыря, и рассеются овцы. И у каждого из нас свой крест. Одна из проповедей несколько недель назад была посвящена этому вопросу, что значит взять свой крест. Одна из сестер предложила вот эту проповедь размножить. Я с большим удовольствием это сделал и предлагаю каждому взять по одному экземпляру этой проповеди. У меня, пожалуй, все. Я сразу передаю в Геннадий Техничеслав. Да, ну, потом. Мне прислала сейчас вот Настя, я не успела ее в болящих записать. Она прислала такое сообщение. Я просыла, сижу дома. Андрей доделывает трубу, утепляет потолок. Дети тоже кашляют, все ребятишки кашляют. Котел мы уже установили. Трубы все приварили, опрессовку сделали. Осталось доделать трубу. То есть в течение этой недели они все отопление сварили, два вот этих сварщика. Два дня назад я звонила, она сказала, они заканчивают уже. И вот должны были сделать, воду заливать. Значит, уже сейчас написал, что они сделали, все хорошо. Что будет тепло одеть и болеет, потому что отопления в доме нет. Я сначала немножко как бы раскрою больше, что сказал Виктор Андреевич. А почему уходит? У меня вопрос почти не возникает такой. Потому что я кое с кем близко беседую и заранее прогнозирую события. За год вперед или больше. И говорю, вот эти люди, они не задержатся. Я спрашиваю батюшку, а ты как думаешь? Он говорит, нет, она уйдет. А еще никто ничего не говорит, не знает. Тогда спрашивает, а как вы это узнаете? Ну интересно все-таки, как узнаете? В первую очередь, как прошло крещение. Это первый момент. Остались снимки. Снималось видео. И видно, как человек входит в воду. Вот этот самый важный момент. В воду и из воды. Вот два момента. Это один момент такой. Ну а как? Отдельная тема. У нас было такое, что одна вышла и пала. Теперь она объясняет. Пала, потеряла сознание просто. Это я долго не ела. Там что-то шила. Что угодно. Но не было. А теперь дальше солнце ярко светило. Но все остальные выше солнца. Какое там солнце? Нет. Нет. А дальше этот человек превращается во врага. В изверга. Все разрывает. Все фоносит. То есть бешеное, буйное беснование идет. А почему никаких мер не принимали? А это не во власти человека. Вокруг Христа были люди. Христос Бог. Люди смертные его творения. Ушли все. И осталась какая-то махонькая кучка. С двенадцати колен Израилевых. Двенадцать человек. Да еще один из них окажется соглядатый. Понесет врагам, что здесь говорилось на собрании. И Господь и их не задерживает. Не хотите ли вы уйти? Наступило молчание. Вот этот антракт молчания продолжается сегодня. Если кто-то из вас скажет, куда нам идти здесь, глаголы вечной жизни, значит он не тронется с места. Вы рассуждаете глубже. Эти люди ушли потому, что рядом открыта московская патриархия, где говорят они, что царство небесное получите, не исполняя то, что вы здесь исполняли. Вам не надо будет ни одежды этой. Не надо будет троекратного погружения. Мокрой ладошкой по макушке и все. Я рассказываю тем, которые еще не знают, откуда есть. Не надо вам платить десятину. Вы можете покупать свечки. Можете в храм приходить один раз в год. Или один раз в десятилетие. А может только перед смертью. Главное, что тебе по макушке поп хлопнул мокрой рукой. Все! Человек понимает, если одно и то же в конце я царство получаю. Мне зачем это нужно? Собрание. Приходил, не приходил, меня разбирают. Вот почему. Когда начались занятия, а у нас была аудитория огромная, не вмещали людей. В коридор, я сказал, теперь новые люди приходят, свои которые, стойте в коридоре, чтобы людям дать место. Но вот стали открывать храмы. А виновен-то во всем этом я. Если бы я был как старообрядец, никоняне проклятые, нет там спасения. Ни один бы никуда не пошел, день и ночь ствердил. У них разговора нет, никоняне, никоняне, никон, Алексей Михайлович. Все кончилось. Петр Первый. А мы говорим, московская патриархия благодатная, не организация, а церковь Христова. И в то же время говорим о непорядках. Это говорит о том, что мы поступаем в пророческом духе. Пророки видели великие недостатки. Не то, что недосмотры, а прямо враждебные действия в народе израильском, среди священства. Но они боролись и боролись. Они не шли к пелестемлянам, они не шли к Иисеям, они боролись за это. И пришел Христос, когда подготовил лучше себе сосуд Деву Марию. То, что я делаю, я разрушаю то, что делают. Людям непонятно, как вы все это понимаете. Вы в евангельском духе трудитесь. И вы в православии. Это самая большая секта, какая есть сегодня на свете. Секта, отколовшаяся от учения Христа. Это меня засыпают вопросами. Вас уважают все, называют какие-то другие секты. И вы их в прах разносите, они кому-то хорошо относятся. Потому что видят, что правда. Как вы можете находиться в этой организации? Вот почему. С этими людьми я о ней раз беседовал, говорил. А результат? Ну, результат. Как Виктор Андреев сказал, одна душа уходила. Она не просто уходила. Она сиганула, прыгнула, подолом меня не задела. К иеговистам. Тут же отреклась от Святой Троицы. Это что? Это там внутри регион. А причина какая? Причину тоже не вслуха озвучиваю. Скажите, вы знаете, о ком я говорю? Да. Знаете? И как молились? Бог знает только, как мы молились. Сколько мне это слез пришлось пролить. И наконец она сама пришла. Вернее сказать, приползла. Разбитая в дребезги. Я сказал назад, вот сюда. Сначала принеси всю литературу иеговистскую. И то, что называется Новый Всемирный Перевод. И мы вместе с тобой за моим столом, вот здесь на ползуновой 6а будем разбирать. Она так и сделала. Она очень добрая. Она сама по себе добрая. А враг смеется. Там он грабит там, где сокровище. На пустые корабли золотого 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 не нападает. Она нагружена была таким добром духовным и телесным. Люди, уходящие от нас, это все люди добрые. Добрые, но не отверзшиеся первого своего я. Дальше началось, что снимают, закрываться стали. А это уже признаки отступления и обеснования. Человек боится своего лица. Он сидит, просто сидит. И снимает, и что? Ты стыдишься это общество? Вот здесь сидит, и сидит, и закрывается. Ну объяснить, чем ты объяснить можешь это? Я тебе показываю, что патриарх, папа, там всех снимают везде. Никто ни разу не сказал, ни депутаты выступают, президент. И нигде. А ты меня спросил. На улице снимают, и он попал в кадр. А вы меня не спросили. Выходит, я теперь увидел. Ты должен подбежать, спросить и снимать. Ты боишься сидеть дома в закутке? Вот откуда это идет. А дальше начались, а я не согласен. Дальше начинает, когда я обречаю, иногда даже бывает священника, стоящего рядом. Вопросы задаю как бы недружественные. А тут буйно бросается. Я говорю, неужели этот человек ближе тебе, чем мне? Ты что заступаешься? Ты думаешь, как он на суде будет отвечать? Даже до этого доходило. Ну а дальше начинается ревность, тому больше внимания, меньше. Это все я. Я не умер. А когда умер, мне это абсолютно все равно. Вот о вас то-то, то-то, то-то говорят. Я не знаю, есть ли еще человек, может после Путина, сколько на него были, или как на меня. Это ужас. У меня никакой разницы нет. Там такие трактаты пишут, прям целые книги. Сколько фильмов даже поставили. Потеряевка наизнанку. Ну было это, мы судились за это. Никакого значения это не имеет. Если правда, я поблагодарю, неправда. Да слава богу, лишний раз потревожили. Ангел сатаны удручать меня дан, чтобы не превозносился. А то слишком много зацеловали. И поэтому весы бог выравнивает, с той стороны давит похуже. Виктор Андреевич не досказал эту притчу, я много объясню. Слон, потому что ты трактовал куда-то другую. Как слепо, слепые рассматривали слона. Их спросили, а как вы представляете? Это не издалека видят, как вы сказали, а часть. Не издалека, часть. Это разные вещи. Я говорил, и то, и другое. И близко, и далеко. Один ногу ощупал, и все. Ну, на что похоже? Слон похож, это как дерево большое, толстое. Ладно. А другой? А другой живот ощупал. Это как бочка. Она, наверное, на чем-то подвешенной. Вверху я под нее залез. Большая бочка, охватил руками. Третью захвость взялся. О, да он слон-то на метелку похож. На конце. Вот наши рассуждения иногда такие же бывают. Он еретик. А ты узнай сначала учение человека и посмотри, что ересь отделит от хвост. А что правда, значит, возьми правду. Это только что он говорил. Дальше я буду кое-кого спрашивать, сразу вставать нужно будет. Так. Брат Сергей. Доложи, какие изменения? Семьей проще, по порядку. У меня дочь родилась. Вот хочу поблагодарить всех, кто молился, переживал. Хочу поблагодарить всех, кто молился, переживал. Все нормально. Анализы все взяли, все нормально. От прививок мы отказались. Родила сама? Сама родила, да. Ночью в три часа воды отошли, а в девять часов уже родила. Мне как бы... Ну, позвонила она, говорит, приезжай. Да, я сразу же приехал. Приехал, и репортеры там как-то налетели, давай интервью брать. Ну, нас просили, можно? Я говорю, можно. Я сам интервью не стал давать, нас и в газете, и по телевидению, везде показали. По двум телеканалам. По телевидению я увидел. Реконструкция второго рутома была. Я сначала подумал, что это в связи с праздником православным, ну, по крови. А получилось, что это реконструкция. Вот они приехали, там, как бы видеоотчет брать или... И получилось, что мы попали в этот день. Нет ничего случайного. О, Господи. Ну, ладно. Все хорошо. Передавай поклон. Когда можно будет посетить, роженец и тревожить не надо лишний раз. А когда уже можно будет, то так. А старшая сестра, заботиться о том, чтобы сделать какой-то сбор, как у нас принято новорожденное. Я для новорожденных дарю новый завет трехтомник. Так что имейте в виду. Это для нее. Держите, лишний раз не слюнякте книгу. Так, называйте. Все, что посоветуйся, когда будете называть. Не торопись. Посмотри по календарю. Не надо, как у ребятишек. Володя, как сказал Володя, половина отсекает. Сережа еще, Игорь. Ну и кончилось. Ну, маленько-то можем как-то посмотреть. Какие были имена-то? Ты погляди, маленько-то. Какие имена чудные забыли. Вражина все похоронил. Я хочу сказать, что выражу общее мнение, что мы поздравляем Татьяну, Сергея и Кристину с рождением их дочери. Но вместе с тем, нужно помнить, что радость, она тут одновременно должна быть сопряжена с печалью, которая должна быть. И она без нее никуда не денешься. Нужно помнить, что вы должны теперь еще больше усилить работу над собою. Потому что дети воспитываются по примеру родителей. Как вы будете, такова будет и ваша дочь. Если вы будете стремиться к спасению души своей, то вы поможете и ей. Даже много усилий прилагаешь, и то видишь, что плоды пока... Вот нет его рядом со мной сегодня. И могу сказать, что вот я и мои дети. А усилий было приложено много. Потому что он 24 часа не дремлет, который слева. Помните об этом. У евреев так и было. Поздравляли с рождением сына. Но сын растет. И растет хороший сын. И Бог ему является уже в детстве. Избрал его. Это будет один из самых великих пророков Израиля. И вот наступает день, когда этот человек говорит, будь проклят день, как Иерус говорит. В который человек обрадовал отца моего, прибежал и сказал, родился сын. Он проклинает даже день. Потому что жизнь показала, что вокруг море греха. И он избран благовествовать. Тогда уже благовестие шло о Христе. Хотя в слабом виде. И чем закончилось это? Никто не слушает. Забавным гуслицом его считают. Народ гибнет. Страна разрушается. Пустеют города. И он это все увидел. Зачем я тогда родился? Не то, чтобы выполнить миссию пророческую. Я миссию просто человека не могу выполнить. Чело, чело, лоб, век. Для вечности, не для временного. Очень просто все. Садись. Так, вот я хочу сказать снова. Почему на собрании так пассивно себя ведете? Мне в интернете знают. Получается так, что вашим людям все равно, о чем вы говорите. Вы говорите о настолько важных вещах, которые буквально потрясают все. Они сидят и... Вам все равно? Ну, если не все равно. Вы на бумажке вот напишите. Вот я, допустим, хочу сейчас коснуться только. Вот за эту неделю что было? Хотя бы кратко сказать. 27 моментов. Ну, 27 за одну неделю. Это чего-то стоит. Это значит, мы были живые. Чем ты докажешь, что ты был живой и не спал? Тебе мимо все прошло. Мимо, что в городе делается, в мире. Сегодня второй мир это интернет. Сегодня люди не в театр, никуда не идут. Зачем интернет? Что хочешь, можешь узнать. И сидите, ну, подготовьтесь. Сколько уже об этом говорила, вот, сестра Надежда. Я к каждому подходил, с каждым. Ну, начинайте готовиться. Ну, порадуй людей тем, что ты получил. Чтобы у тебя видно было, что ты трудился. Чтобы возблагодарили люди Бога за тебя. Не спал человек. Он другим освещал путь. У меня самый почти главный вопрос выходит. Это то, что мы закончили путешествие, нынче необычно. По загранице частично проехали. Где хотели, там кое-что мелочь упустили. И книги остались лежать в Калужской области. Мы пытаемся делать объявления по разным областям, чтобы нашлись люди, которые брали бы, развозили, говорили. Но меня нет авторов. Вначале обрадовались, повезли. Но опыта у людей нет. Сразу узнали, это священники. Они натолкнулись на прихожан, священники. Там такую бойню поднимают. Просто смертельную. Документы у меня уже на столе лежат. И при том, ни одного слова истинного нет. То же самое интересное. Как будто вся патриархия состоит из одного слова. Ложь. Как я всегда говорил. Всегдашняя ложь или тотальная ложь. Ну, по правде-то почему не говорят? Значит, они не знают. И это подтверждение. И, наконец, находятся люди, которые говорят. По частям теперь мы будем разбирать. Это 100 экземпляров. 100 экземпляров. Экземпляров это 38 книг. Там на 2 с лишним миллиона. Это средства большие нужны. Решили пересылать по разным областям и отдельно трудиться. Я сказал. Уже обращаться в Министерство просвещения. В другие места советуют. Ну, это беззаконие. Книги не истремистские. Книги находятся в центральных городах страны. В Ленинской центральной библиотеке. Исторической, парламентской только в Москве. В библиотеках мира. И попы буйствуют. Почему? Жало вплоть сатаны. Благодарение Богу, что это есть. Значит, это, говорят мои книги, единственные, которые сегодня трогают людей. Это единственные. Ни на одних книгах нападок таких нет. А они перед вами лежат. Некоторые даже не читали еще. К слову сказать, я говорил, у меня вдруг оказался недостаток. Ни на складах, нигде нету 29-30 том. Это последние тома вышли, и их нету. Я так почитал, сколько нет, примерно, может, даже 200 экземпляров. По 200 книг скажу. Куда они делись? Всех расспросил. Везде перепроверили, переписали. Переложили по одной. Нету нигде. Но они лежали в складе, ближе всего к дверям. А склад-то какой? И вдруг получаю известие. Один человек пишет из Рубцовского лагеря для заключенных. Тут одна книга была, 30-й том. Я вот там читали. Как бы мне получить-то ее? Я читал, на такое натолкнулся и прочее. Откуда она вышла? Кто туда посылал? И почему не первый, не второй, а тридцатый? Поэтому, ну, мое предположение, пока ни на чем не основано, на том, что их нету, что где-то они, эти книги есть, я не знаю, их вытащили. Их украли. Их украли. Просто украли в складе. Они лежали ближе всего к двери. И все сходится с этим. И вдруг 30-й том. 30-й том, и кто-то послал, посчитал. Потому что, когда начинают читать, я, говорит, вообще читать не люблю. И вдруг натолкнулся и забыл про все. Я снова читаю. Это в наше время есть человек, который открыто об этом говорит. И там такие дифирамбы. Вот сейчас только встал, смс сбрасывает. Я прихожу к вам. Почему? Потому что о вас я услышал от Николая Леонова. На Украине убитый, который был, закончил семинарию. Он неоднократный чемпион мира по кикбоксингу. И у нас в интернете остались, по скайпу мы говорим. Я говорю о том, что воевать не надо. А он говорит, надо. И его убили. Вот убили, а зернышко взошло. Кому-то он сказал. Вот оно где. Это уже из могилы. Он подает как бы голос. Я уже более понятно скажу. Книги. И вот сказали. Я сказал, не даю добро растаскивать там. Потому что в одном месте я знаю. Хозяин говорит, потерпим. Они же занимают место. Ну как вы не соглашаетесь? Я все еще раз взвесил. И дал другой ответ вчера. Потерпите неделю. Я буду молиться. Я не просто буду молиться. А я обращаюсь к вам, дорогие мои. Помогите мне молитвой. Что делать? То есть я знаю. Говорят люди правильно. Но я знаю, как все меняется. Сейчас они лежат в книге спокойно. Лето можно поехать. Все можно. Да, лето они терпят. Но я не знаю. Просто не знаю. Вы знаете. Другой сразу поступил в ответ. За границей. Книги ваши так нужны. Вы не отдавайте. Вы продавайте их. За границей столько много. Только проговорили. Она заходит сама. Зашла на скайп. Не могу понять, как бабка. Мы уже три года поселимся у вас здесь. Из Германии. На вашем сайте. На вашем форуме. То другое. Она среди диссектантов. Но в ней проводилось то, что где она была. И вчера вы говорили, это будет выставлено в интернете. Потому что у меня установлена автозапись. Кто в ней на скайп, сразу запись идет. Да еще маленько подсняли. А бабушка старая. Ну старая. Моложе меня лет на 10. И Мария. И рядом внучка Мария. Будет называться Две Марии из Германии. Куда идти? Вопрос. Так будет примерно называться. Я ей стал говорить. Вот я что скажу. Я знаю, что кое-то из вас не будет согласен. А она, я говорит, не хожу. Православных здесь нет. Ну и правда. Я спросил про Зоной Берг. А она в Минхене. Но от Минхена недалекая моя племянница. Говорит, я это все видела. Ну рядом нет. Может она не знает. Я говорю, без причастия спасения. Это ведь нет. Бог так сказал. Мы жизнь должны в себе иметь. Мертвые влора не берутся. Пойдите к католикам. Ух, православных. К католикам. Католики это церковь. Еще раз повторяю. Могу защитить это. Со множеством заблуждений. Там может и ересей. А мы-то чем лучше? Чем мы ответили католикам? Ну, пойди к Аксензу и спроси, где православные есть здесь. Он же знает. Он священнослужитель. Или нет. Друг про друга-то больше знает. И сегодня она должна была пойти. Договорились. Я говорю, ты печать-то Антихриста еще не приняла? Ой, я так это боюсь. Я говорю, а почему на лоб и на руку? Не может ответить. Потому, Исифрем Сирин говорит, чтобы не мог человек совершить крестное знамение. Кто меня слышит и видит сейчас. Совершите крестное знамение. Проверьте себя. Мы не должны это упускать. С верой. За меня умер Христос. Это знамение, которое дьявол боится. Она тоже перекрестилась. Я говорю, ты православная. Тебе это все осталось. Да я понимаю, что это не так. Но такие пастыры хорошие. Везде хорошие. Хорошие мусульмане. Но Христа нету, который умер в воскресе для нашего оправдания. Разве я сказал вам хоть раз плохо про евреев или про мусульман? Вот только сегодня ночью утром Самира на меня пишет письмо. Дорогой отец, там любезный, там любимый, пожалуйста, ответьте. Никто так вроде не ответит, как вы. Скажите о церкви все. Напишите. Я о храме. И с утра утром все просидел, чтобы ответить. Жена Мулы одна из тех, с кем пришлось мне беседовать, когда ездили в поездки из мусульман. Я могу только православным сказать. Приглядитесь сами к себе, прежде чем кого-то судить. И она спрашивает с такими словами, с таким опихозом. Человек с четыре языка владеет, а мы с своим-то толком не поправимся. А муж о шести языках говорит. Видите, насколько образованно. У нее Библия православная лежит. Здесь еврейская там Тора. Все у ней. Ну и, конечно, Коран, который она любит. Они всегда молитесь. Она весом, ростом, Татьяну Капустину. Все полностью подходит. Я так и узнал. Значит, о книгах на неделю я сказал подождать, я помолюсь. Вы себе записывайте. Когда уйдете, и как-то забудется, затрется. Записывайте. Мне нужна поддержка. Ответ мне давать, не вам. Я должен да или нет. И сразу дело начнет двигаться. Но я боюсь. Я очень осторожен. Я вам это сейчас расскажу. Как это так? Вот о благовестии беспокоит меня. Вот брат Владимир. Покажи на себя. Пащенко. Владимир Александрович. Он о благовестии. Какой способ лучше нам? Ехать сейчас по краю здесь, не сидеть. Или пройти. Он переписал библиотеки здесь. И начинает там людей собирать или как-то. Кто об этом ревнует, с ним побеседовать. Он все время изыскивает какие-то методы. Не думайте, что он просто кочегалер здесь и все. Он все время работает. У него пачки такие выписаны на картонке. Слово Божие обклеено скотчем. Он набирает с собой, едет, сидит, читает. Вот так. Я хочу быть президентом. А он просил одного Бога. Просил таланта рубить дрова правильно. Чурки раскалывать. Да какой же это талант? Бери, доколи. Нет, ты так колоть не будешь, как он. У нас никто с ним не сравнится. Ваше будет, маленько, говорит, поленится пониже и духом пожиже. У него, вот колик, я говорю, Володя, это нельзя расколоть. Я сам колол. Такой мой отец мог расколоть. Он рукой был, без руки, но колол так, что... Он начинает бить. Я понял, в общем, ты все время бьешь в одно место. Там ни щели, ни трещина. Он бьет и бьет. Глядишь, маленькая трещина появилась. Он поднимает и бьет, поднимает и бьет. Один-то как колуна у него. Сломался, второй берет. Глядишь, лопнуло, отлетело, готово, делало. А он даже как будто не понимает. И целый день молотит и молотит. Ему написал Сергей Парализованный. Был бы ты в Воронеже миллионером был. Мы живем все вместе. Живем уже не один год. Другие говорят, да, с тобой жить трудно, ты там, то, другое. У нас ни разу, нигде не было самой маленькой зацепки. Ни разу и нигде. Почему? Он знает, транжир, наши отношения. Я просто сижу и говорю, сегодня погода-то такая, как будто бы холодноватая. Кошек забили на чердак голубям. Этого достаточно было. Он мгновенно от компьютера оделся, бегом туда, кошки уже в избе. Это простое, что-то я говорю. Но вот сейчас Татьяна болеет, и надо книги отправить. Люди просят. Я их не посылаю просто так, а продаю уже. Это, может быть, одна десятая сейчас всех книг. Это меньше. Он, наверное, уже обувается куда-то. Я отнесу на почту, все сделаю. Я не посылаю его. Он просто на ходу ловит слова. Я лишний раз стараюсь уже ничего и не говорить. Надежда Васильевна вышла, а туалет-то пробегает. А мы не видели, где. Дождик идет. Ну, шипер, обломки лежат. Я возьми, да Володя скажу. Вышел, он уже сидит на туалете, уже прибивает шиферина. Вот здесь сколько стекловатый было от этого дома-то, просто. Уже залез на крышу, все разложил. Сейчас приехали. Это в человеке все. Человек-то подкидыш, можно сказать. У меня подкидыш от котенок был, шарик и Володя. Вот три. Они так дружат все вместе. Ниоткуда, никого как будто нет. Это вдруг появился, и у него не особое расположение было, как была у нас Надежда Павловна Егоренко. Я ее просто посмотрел, но она на ходу ловит слова. Как-то сказал, у нас не хватает, сейчас бы вот бочка-то была бы бочка какая-то. Деревянные раньше бочки были-то. И можно было бы вот это сделать, не знаю, что-то осолить. Я просто сказал, она пришла и стояла там, когда мы на Власихинском кладбище отдыхали, каждые ходили с горки катались. Она на следующее, уже воскресенье, пришла и тащит бочку на плече. Кто видел это? Кто-то был тогда, нет? Ни одного нету. Представьте, с бочкой, с деревянной, женщина, пансионерка. И она пришла в лес и принесла, стоит там, и она ту бочку так и держала на себе. Это вообще. А дальше, дальше она будет здесь экономом, комендантом. Будет за все отвечать, вот за нее, на ее место Михаил Петрович Кориковцев. Значит, о книгах помолиться не неделю. О благовестии, о чем Володя говорит, тоже помолитесь. Для нас очень-очень много важного здесь. Дальше. Отец Аким в Воронеже был. Ну, мы говорили, и Сергей, хотя бы за один раньше, чтобы оповестили-то. И у него все готово. И он там ведет съемку. Они беседуют, и потом наступает момент, когда решают меня подключить в скайпу. А здесь мы уже снимаем. Разговор получился очень крутой, как говорят. Ну, до конца договорили. Они были в Белоруссии. Где-то еще, как я понял, дальше он расскажет. Собирали гуманитарную помощь, две машины вроде бы. И были уже в Луганске. Отвезли помощь так называемым ополченцам. Самопровозглашенные республики, как они называют. Я попутно скажу, я всегда был против этого самопровозглашения. Уже больше тысячи жизней ушло. Так вы хотите, чтобы русские люди там угнетаемые были? Я ничего не хочу, я там не живу. Но я знаю, что отделяться просто так никому никогда не разрешалось. Доказательство Чечня. Сейчас Дагестан на очереди стоит. И что? Дверь Чеченской войны. Так войны называется. Отделились? Нет. Пока не пришел Рамзан Кадыров. Так Рамзан Кадыров, он сам был в боевиках. Я с народом был. Весь народ был против. А теперь, теперь не так. Теперь по-другому. И мы были у них в проспект имени Путина. Я в живых не видел, чтобы живому человеку проспекту посвящались. И потом центральный проспект. Герой России. Он герой, отец Ахмат Кадыров герой. А эти, кто воюет, это шайтаны. Он просто на уничтожение поставил. Путевку в один конец дает. Как он выражается. И что? Успокоилось все. Отстроило там. Мы были в Чечне. Глаза разбегутся как. И мирные отношения стоят. А он что поступал правильно? Я говорю, я не сужу. Я знаю только поносить не надо правителя. А то вот я буду. Обама сатана. Обама изверг. А Путин умница. Это прекрасный человек. Потому что я живу здесь. Украина пишет. Это не человек. Это демон. Это слепок сатаны. Это другое. А Порошенко у них? Ну это вроде вся вселенная. Апостол Павел уже не принадлежал тому, к чему раньше был. И увидев, что он неправильно судит, он говорит, за что бьешь? Стена подбеленная. То есть она грязная. Ну ее забелили и проще. Мгновенно ухватились. Первостященника поносишь. А у них первостященство уже продавалось. Он должен был до смерти быть. А теперь каждый год. Их там сидело, кажется, вчетвером. А он мгновенно дал задний ход. Вот Павел, представьте, простите, не знал, что такое рассвещение написано. И сразу цитирует. Ибо написано, не злословь, начальствующая в народе твоем. В твоем народе. Не в другом. Но мы христиане, давайте шире. Нам не на нос злословить. Мы можем только сказать. Сказать, обличить и отойти. Не злословьте. Никогда. На работе или начальник не так. Крыса вонючая. Скажи ты, опять обобрал. Да так прямо и вонючая, и крыса. Да у меня теща змея подколодная. Ну надо же. А ты-то как к ней приполз? Кто ж такой-то? Если она змея, а кого она родила тогда? И на ком ты женился? Ну дальше-то пройдет. Мой дедушка делал печи. И она говорит, да ты сукин сын тут. А он говорит, ну если это твой сын, сукин сын, тогда ты-то кто? Ну. Ну надо маленько-то вперед-то смотреть. Не злословьте начальствующих ни в городе, нигде. Сказать можешь. Вот тут они неправильно. Я вам рассказывал, как я с Билайном тут воевал-то. Как в прокуратуру ходил. Да, да. Знаете? Ждем ответ. Они меня засыпают. Какие-то сигнал дадут. Я беру. И вдруг там как что-то играет радио и какие-то слова. Я высчитал номера или неизвестные. Подниму и опущу. Они могут это слушать, видеть то другое. То есть сразу же появилось у меня это. Но на дальше не идут. Я утром вечером проверяю, сколько у меня на книжке-то лежит. На телефоне. Пока не трогают. Уже всего неделю. Но тут еще одно. Я кое-что попутно скажу. Батюшка сказал, здесь 25-го будет. Видимо в субботу приедет. Осталась неделя. Так что к нему остальное спросить. Если я еще не так, прости Господи. Сегодня сказали. Вчера были здесь уже 11 пройди епископов. Приехали. 20-летие епархии барнаульской. И они в интернете не указали место, где будут служить. Сказали, с 9 воскресенья литургия будет. А 11 епископов никогда здесь не было. За всю историю Алтайского края. 20 лет как епархии отделили. Интересно, праздник какой-то устроили. Отделили. Всегда говорили об объединении. Хорошо. Праздник. Присоединился кто-то. А здесь разделились. Опять праздник. Кирилл разрубил на 3 части теперь Алтайскую епархию. Тоже праздник. У нас конца не будет. По 4 праздника до обеда. Я вот о чем подумал. Кто желал бы сходить и созвониться. Говорят, может неправильно. Будто бы Иоанна Богослова будет. Да. Правильно, нет? Да. Если это так. Очень желательно, чтобы кто-то сходил и заснял и побыл там. Но я, когда был епископ Сергий, местной епархии Московской Патриархии, мы с ним говорили. Я говорю, давайте так, обменяемся телефонами. Я надоедать не буду. А если я потребуюсь? Что-то там зашла речь от кого-то, чтобы у них там уроки какие-то провести с семинаристами. Ну, не расслышал. А кто это что сказал? Я сказал, я не против. Ну и обменялись телефоном. Он на меня позвонил и говорит, пометьте, что это мой телефон. Я не звоню никому, вам дам сигнал. И сразу я закрываю. Если вам меня нужен, вы позвоните. Я вчера дал сигналы, сегодня молчу. Длинные сигналы. Ну, а больше нет. Если бы могли, подошли к нему. Кто пойдет? Они будут выходить, ну, просто подойти и сказать. Я из такой-то общины, меня назвать и сказать. Что вы от меня пришли, спросить, нужен я сегодня им там или нет. Разговор вполне может зайти. Ну, как бы был там, от 11 епископов было бы неплохо там сказать. И сказать можно было многое. Тем более, он вышел, уехал очень расположенный. И нигде плохого слова в интернете нашей встречи не было. Не было. Ну, как есть. То есть, я остаюсь в положении, как тогда мы расстались очень хорошо. И я ему сказал, только чтобы нас никто позаочно не разделил. Вот это мне не нравится. Расстались мирно, и вдруг ты делаешься немирно. И чего? Где-то нашептали, наговорили. Мне ни разу в мире никто не смог сбить. Говорят, а вот тот-то говорил. Хорошо, я услышал. Потом поговорим. Потом встретимся. Вы всегда не слушайте, когда говорят люди, а переспросите, как Сократ. Слышали, как к нему один подошел? Я такой узнал про вашего друга? Ой-ой-ой. Ну, расскажи так. Теперь послушай внимательно. То, что ты узнал, это достоверно? Да нет, я не знаю. Я только слышал. Ты хочешь мне рассказать про моего друга то, что тебе неизвестно, достоверно ли? А хорошее это или плохое? Да нет, нехорошее. Итак, ты хочешь рассказать, что недостоверное и нехорошее? Дальше. Еще один вопрос. Когда я это узнаю, мои отношения с другом моим улучшатся или нет? Да нет. Итак, ты хочешь рассказать, что недостоверное, плохое, и дружба моя разрушится с ним? Так, реши, надо тебе говорить? Да нет, прости, я пошел. Ну, простые слова языческий мудрец задает. Ну, задавайте какие-то вопросы. А он сказал, повторяю, мне ни разу еще не сумел сатана подойти, дай Бог, чтобы дальше не было, чтобы меня заочно с кем-то рассорили. Независимо, там, с католиками, с папой, с ближеским другом. Подзевайте, рукой вас прикрывайте. С Билайном, значит, если можете, маленько молитесь, потому что за этим стоят миллионы людей, не два, не три. Редакция взяла у меня материал, это может где-то, смотрите, в Алтайской правде, и может быть даже и в свободном курсе. Понимаете, что это как будто бы маленькие дела, но за этими маленькими делами открывается простор огромный. Так, спокойно пока, подожди, никогда не кончат, другой не должен руку даже поднимать. А потом будет сказано, кто желает сказать. У меня было так, сидит старый обрядец один, прям среди, когда я говорил по тематике, тема большая, там, руку, я сказал, сейчас в конце, всегда выступает. И потом, он тут же встал, вышел, больше никогда не пришел, обиделся смертно. Какое же это состояние? В конце задают вопросы, какие вопросы? У меня квартира была, мы 26 лет, кажется, прожили вторая столительность, 62-16. 27. А? 27. 27, подправка даже. Ну, небольшая подправка, можно было без нее обойтись. Но там бараки, и уже вплотную бараки снесли, остался следующий наш, и наша комната с той стороны, только, ну, его не ломают, но Надежда Васильевна там прописана. И ясно дело, кого ломают, сносят, дают квартиру. Я заранее сказал, что квартира это не лишняя в Арнауле, и я ее уже благословил, у кого нет квартиры, которые маются без квартиры, переходят в квартиру, сразу дают бесплатно, без всяких. Но условие будет поставлено, квартиру эту не продавать, никогда уезжаешь, значит, ты ее отдаешь и уезжаешь, а снова передаю другим. Я в Потеряевке установил такое, новые люди приезжают, а бывает бедно. Я купил корову на свои деньги, и человеку сказал, у тебя корова, пользуйся ей сколько хочешь. А как только кто-то приедет, нуждается, ты такого же возраста корову молочную подаришь тому. Эта корова моя уже там 20 лет живет, не стареет, ничего такая же, потому что молодую, взамен ее дают. Ну, маленько что-то можно менять, я нигде про это не читал, просто подумал, что это будет здорово. И вот у второй строительной, Надежда была, говорила, там напротив живет грузин, и он будто бы дым пошел из нашей комнаты, и взломали замок такой внутренной, и подумал, а там труба упала, и дым-то завалил трубу, а соседи внизу, с нашей стороны один этаж, а с той стороны, на углу, вот так, на скассе стоит, там два этажа, и дым пошел в нашу комнату. Но на этом не закончилось, у них есть наш телефон, не позвонили, и он пустил там на квартиру, или как людей, и которые, кто он, грузин, кого он пустил, чеченцев или кого, я там ни разу не был. И вот на неделе я решил все-таки съездить, взять бумаги, и поговорить там какой-то, ну зима, не выкину их, я сейчас приду, скажу, напишу, с милицией, это минут 10 их не будет там. Сломали замок без хозяина, и меня долго не было дома, но я сделал не так, написал записку, улица 2-я строительная, 62-16, сломали замок, поселились люди. И приложил визитку, и ехали мимо железнодорожного отдела милиции, я забежал, и, ну это уже было в 9-й час. Вот, надо писать, мне некогда, мне машина, у меня приехал один человек, очень хороший, и на машине повез, мне некогда. И все-таки я вырвался оттуда, я говорю, какой-то экипаж там есть, скажите, что присматривали, я же не знаю, кто там, кто вырвется, люди пьяные там какие. Я всегда стараюсь события опережать. Ну, там ехать всего 4 минуты, ну не больше. Подъезжаем, там милиция, экипаж, уже с автоматами, в бронежилетах, вокруг оградку, они там хозяева пристойные, они уже там, в квартиру. Я зашел, я говорю, это я сказал. Мне понравилось, как оперативно они сработали, может не везде так, а может только... Ну, мы молились и как-то... К вам все хорошо относятся, а эти люди мне в интернете говорят, а эти, которые к вам хорошо, хорошие, там все хорошее, хорошее, а к другим как они? Не знаю, и никого не оспариваю. А Баварин он тут захватил все, умерший, мэр города, у него там бензозаправки там для сына, для племянника. Ничего не знаю, для меня он был хорош. Я нахожусь в здании с его помощью полученной, иначе с места не сдвигалось, он приезжал не один раз, здесь был. Поэтому моя характеристика о людях неполная. Я говорю, по отношению меня они так, а по отношению других не знаю. Прям наседают. Вот причина-то одна, уже нашли причину. Они все много грешат, и через вас хотят получить царство небесное. Вы считаете, здорово. А что там плохого-то, если они хотят царство получить? Я начинаю повесиленно молиться. Ну и побыли, и пришлось мне, в кабину они пригласили написать, что тут были. А в это время кто-то к нам пришел, привез, видит, приходит кто-то туда. Он его, пришел маленький мужичонка, пьяненький, он его туда, он что-то там нес или что-то. Он подумал, милиция тут. Какие у него мысли-то были-то? Да пьяный еще. Ну, поговорили, сказали, ключи, чтобы отдали. А они в другую комнату, вроде уже там тоже пустая была. И туда, в моей комнате, видно, провод идет, и на электричество сойдет туда. Ну и так, что ты неправильно сделал? Все правильно. А? Все правильно. Правильно. Ну, все сделали как надо. Я написали они этот протокол милиции, я расписался. Этим мужчину сказал, я не выгоняю вас среди зимы. Но я приду, чтобы как-то написать в любой момент, когда будут ломать ее, чтобы вы не претендовали на квартиру. Плачу-то за нее я сейчас. Еще не понятно, почему. Здесь 35-40 за мусор, а там 100 рублей все время в месяц. А вообще никто не живет. А прописана только одна. Но она еще не понимает. Людмила Степановна, помоги. Она хоть и говорит, что знает все, но меньше вашего, я так думаю, по вопросу этому. Дальше. А где Алексей Забуляев-то? Вон он. Вот он, дорогой мой. Я прошу и уезжаю. У меня у компьютера спереди два штекера. Ну, включать, куда переписывать сказать. И с обратной, и шнур, который был, все не работает. Компьютер новый, процессор. Посмотрите, что там есть. Я с диска на диск уже не могу писать. Так-то работает очень хорошо, я Витя сказал. Главное, это у меня Витя здесь. Потом Витя посмотрит, и ты забеги и узнаешь. Понимаете? Так, вчера Виктор позвонил. Ехала его сестра Ольга, она Симоненко. Виктор Савченко. Савченко. И машину другую выбросила на стречную, и она ударила с нее. Ой. Слышала? С пятницы было. Ну, она живая осталась, но разбили там что-то мотор, масло, там. Кто-то съедал или что-то все вытекло. Эвакуатор ее привез домой. Что-то у нее там в груди болит. Ну, нормально как будто бы все. Так Ольга звать ее. Она мне очень нравится, она всегда улыбчивая. Никогда. Такое бы горе у нее ни было. Так она повреждена сама там? Нет, она же целая осталась. Я вчера с ней разговаривала по телефону, вечером разговаривала с ней. У нее только ушибы так, сама она целая. Слава тебе. Господи. Помоги, Господи, в 10 часов уже ее домой. А возле гелегки это случилось. Они столкнулись, как-то вынесла тех, тот виноват, в общем-то, потому что его как-то развернула и вынесла. Вот. Но ее совесть мучает. Она говорит, я бы могла там, когда рассмотрела, говорит, там пологий такой, я бы во вражек, ведь могла бы съехать. А я вот вроде это самое, стукнула с ними. Ну а как, а там бы могла и перевернуться. Вот. Поэтому, в общем, благодарит она всех за молитвы. Спасибо, Господи. Кажется, под Новосибирском писали. Мужик тоже хотел во вражек съехать. Барсух выскочил-то. Вино хрупнул. Мгновенная смерть и с тяжелыми повреждениями посажил. Обыкновенный барсух. Так что тут еще надо разобраться, надо ли было сворачивать. Смотреть, куда сворачивать. Не просто с испугу съедануть с моста. Так, мне прислали вот такое письмо. Ну, начинают считать, когда какая-то женщина неправославная, знает писание, ну, знает то, что много цитирует. И они заботятся о том, чтобы не приняли люди чип. И как нужно готовить сейчас города-убежище, это значит, города Иудина. Это оттуда написано, города Иудина, там такие-то невольные убийцы. И они готовят. И чтобы все туда записывались. А для того, чтобы записаться, вы должны продать квартиру и деньги перечтись. Обратного адреса нет. Только счет. Так что, кто хочет перечистить квартиру туда, я вам оставляю. Тут много, 10 страниц. Вас там ждут. Что заготавливать будут? Так, просьба большая еще. На улице снег и холодно. Урожай не убран. У многих, у многих. У Игоря удивительная нынче грещиха. Я не знаю, сколько там гектар. Я с ним разговаривал, он сказал, что треть поля еще не убрано. Не убрано. Так не только это. Там он начал называть, которые фермеры. В разных местах ничего не убрано еще. Не убрано. Но будто бы, согласно интернете, говорят, с понедельника, завтра будет 8 тепла. И целую неделю будет тепло. Чтобы Господь услышал молитву об Игоре. Там все не долгов. А у него 6700 гектаров. Долгов. Под стеклой тоже не все убрано. И там у него кукуруза. Она убирается только сухая. Початки. Очень вкусные. Так. Так, Рыса Николаевна. Ночевала сегодня как? Хорошо, слава Богу. Она ночевала Надеждой Васильевны рядом здесь. Ближе всего к храму живет батюшка. Он прям в храме. Дальше и я. На расстоянии четырех шагов Надежда Васильевна. Она на третьем месте по дальности живет здесь. Так что, кому сестры далек, или что я каждый раз говорю. Вот. Она рада принять. Организуйте маленький монастырек здесь. А из мужчин, где кто далек, это. Ну, здесь можно. Я благодарю, что такое, как вы провели время с ней хорошо. Мы слушали проповедь. Ну, видите, как Господь усматривает. Геннадия Паста. И молились с ней. И благодарю. И если бы всегда вот так, она бы меня пускала на ночь. Спасибо, Христос, за доброе слово. Так. Сегодня мне из Томской епархии человек, который там, и говорит. Вот тут так в интернете есть тема. Женщина должна одеваться только на молении, платок, или все время так. Статья такая. И говорит. Там фотография вашей жены. Вот тебе попало. Я, правда, зашел, ну, сразу увидал фотографию. Надежда Васильевна стоит веселая. Редкий момент ухвачен. И Лена. Лена улыбающаяся, цветущая. И она гладиоловца, что ли, дает. И тоже так кротко, нежно улыбается. Ну, обе в белом пробке. Но скажу, что из интернета, видимо, они ничего лучше не нашли. Действительно. Просто превосходная. И дальше ему ответ задают, а он отвечает. А вот в Греции, а они без платков, потому что это мусульманки, чтобы не поддерживать там вроде мусульманство. Да, даже вот так. Христос с бородой, давайте брить. Или как? Вообще. Мусульманки. Так надо наоборот сказать. Даже мусульманки, даже. Спустя 600 столетий это поняли. Поняли. А у них это что? У них следят за женщинами. И очень сильно следят. Вот я потеряю и говорил. Шульженко. Фамилия такая известна вам? Да. Ладно. Такой Александр. Его долго ловили, этого тирана. Сто девушек на его совести убил. Как он их убивал, как резал. Каждый нож засунул в промежность и все проворачивал у живых. Ни одного лица не помнит темно, но помнит, какого цвета трусики были. Сто! Выстроите в ряд сейчас сто девушек-то. И про каждое доброе слово, какая она была та, отличница, медалистка и прочая студентка. Как она попалась? Одна шла. Ни одна мусульманка нигде не бывает. Евреи бывают. Потому что в законе сказано, если встретится тебе мужчина на поле схватит, ляжет, а ты кричала. У мусульман нет этого. Схватит и ляжет. И схватит и не ляжет. Их шестером. Они разбегутся. И никогда она не бывает. Они шестером выскакивают. Четыре дома пробежали, мигнули. И нигде больше никого нет. Надо у мусульман многое перенимать. Очень многое. Особенно в сохранении девства. Целомудрие. Не надо говорить, вот только они головы режут. Не только голову режут. Что-то еще умеют делать. И мы видели это в Турции, как они работают. Так. Значит, одеяние. Желательно было бы, чтобы не в раз надевались. Хотя бы в воскресенье. У отца Кирилла все идут домой в одеяния, как здесь, в Москве. Это начало проповеди. Про налог земли еще мы узнали. В прошлый раз говорили. Людмила Степановна. Про налог речь идет о том, что на землю нет льготы, когда, допустим, земля стоит, на которой находятся жилые помещения. Жилые. Это только может быть ветераном Великой Отечественной войны и тем, которые в блокадном Ленинграде там. Ну, участникам первой мировой войны, я понял. Здорово. Нет. А репрессировано? Нет. Нет, там никого нет. Земля. Земля Божья принадлежит. Они ее не подают. И сейчас с думой строятся, и никто не спрашивает, столкнет и так. Нет, зарплаты. Я вот о чем сказал. Вы усердно молитесь об этом. О погоде. Бог не знает, какую погоду. Знает. И запомните одно, молитва наша ничего не значит. Значит то, что мы услышали голос Божий. Он дал нам один канал связи с ним. Это молитва. И мы через этот канал стучимся к милосердию Божьему. Все это Бог и милосердие Божье. А не то, что вот ваша молитва, она помогла. Ну, по молитвам многих Павел говорит, чтобы я был освобожден. То есть добились, пробились к милосердию Божьему. И Бог, видя, склоняется. И меняет даже то, что уже вынес. Вынес Бог приговор. Уже все. Печать Бог поставил. И Бог снимает все. Дезавирует подпись свою. Говорит, не будет этого. Вспомните Неневию. Сорогнение Неневии будет разрушено. И царь услышал. И дал указ. И скотина. И все постятся. И все. И все повернуло по-другому. И народ остался жив. Так. У меня тут еще немножко что-то возбудит. Я сказал. Батюшка был в Луганске. А такие люди, которые подняли мятеж против государства. Против своего правителя. И им надо ли помогать, когда они осажденные? На сто процентов ответить не могу. Помогать в любом случае надо голодающим. Потому что не все подняли мятеж. Не все воевали. Сколько там старых. Сколько детей и прочее. Но мы должны знать. В осажденный город. А они в осаде находятся. Никогда в мировой истории не было. Чтобы кто их осадил и сказал. Они идут помогать. Туда заходите. А мы дальше будем осаждать. Наоборот перекрывают. Благодаря голоду смирите. Чтобы они склонились. И город сдался. Но так. Вы считали? Везде. Смотрите. Трое. Какие бы не было. Хоть в фильме. Хоть где-то. Много говорят сегодня о синодальном переводе. Библия наша. Синодальный перевод. И начинает выискивать слова. Которые переведены неправильно. На меня выходят люди. И я беседую. Несовершенно незначительные. Ни третьестепенные слова. Вообще нету. Последнее было такое. У нас написано. Когда куща совершаете праздник. И ветви деревьев широколиственных. А тот и в оригинале нашел не просто листьев, а плоды. Ну что, из плодов делать шатырь. Ясно делал. По смыслу нет. Вы знаете, что синодальный перевод. Это редкий момент. Переводил не Мартин Лютер один. А четыре духовных академии. Ну Мартин Лютер хорошо перевел. И Якова Джеймса в Англии. Хороший перевод. При короле. Это не он переводил. Но у русских. Синодальный. Четыре духовных академии. И какие были знатоки. Кто на контроле это держал. Синодальный. Три дня присутствия были. Один посвящался разбору поступающих переводов дальше. Но более тщательно переводы. Трудно найти. Видимо и не было в мировой истории. Русский перевод один из самых красивых и лучших. Потому что. Вот берешь. Слово какое-то. Вот я скажу коз по-английски. Кто разбирается? Скажи, что означает слово. Коз. Существительное. Причина. Причина. Конечно. Конечно. 42 значения. Запутаешься говорить. Менструальный цикл женщины. Незданные экзамены студента. Низшее звание морского офицера. Тут общего общения. А как? Из контекста. Понимаешь? И вот так. Мы были на косе. Ну где мы на косе? Сели на литовку, резались на ней. Или ухватились за женскую косу, повисли. Или на косе купались. Одно и то же слово. У нас русские-то тоже многозначные слова. И поэтому сравнили с арабским переводом, с переводом греческим, с латинским. Русский перевод. Один из самых красивейших. Никогда его никому не позволять их улить. Это добротный перевод. Им пользовались. Дореволюционные издавали. За рубежом. За рубежом. После революции все патриархи издавали кто? И все издавали только синодальные. Сектанты, баптисты сколько переиздавали. Адмитисты седьмого дня все синодальные издают. Но в периодах много. Я старался со всеми познакомиться. Даже близко ничего этого нет. Искаженные, какое-то бульгаризированное. И даже один из лучших был знатоков, вроде Сергия Аверинцев, академик. Я посчитал, никуда не годится. Епископ Касьян перевод. Да нет, близко нет. Синодальный тот, который в церкви у нас есть. Вот для себя. Это синод тогда был, тогда патриарши не было. А сегодня патриарши это есть. Сегодня слышали о Наине. Как в городе Наине умер один. Но слово Наин переводится красивый. Они не сказали. Вот допустим грозный. А это город красавчик, так можно назвать. И вдруг вот такая беда. Князь встретился в смерти. И князь жизни, жизнь Христос. И какой был результат. Я слышал от отца в Лизанской области. Там был оттуда происхождение мой отец. И там мама или кто-то рассказывали. Как один маленький мальчик. Не маленький, лет 14 уже было. Он пахал на поле вдова. И как он приходил домой и стал читать молитву. Он ничего не знал. Мать говорит, откуда ты знаешь? Он говорит, так приходит одна женщина и меня учит. К нему подойдет, учит, а потом уходит. И однажды видят, что лошадь стоит долго, а его нет. Он подошел в борозде, лежит и лежит мертвый. На третий день хоронили его, когда он встал из гроба. И первое, что он начал говорить и стал говорить. Неизвестно. Библия не говорит, о чем стал говорить. Здесь говорится, первое, что он начал говорить, обличать священников. Вещь неслыханная и невиданная. Что они ведут абсолютно не туда народ свой. Что запомнили, то сказали. Я после этого слышал неоднократно, которые обмирали, они видели. И первое, что они говорили, обличительное слово. А остальное я не могу говорить. Я не могу говорить. Я могу сказать, слушайтесь настоятеля и спасайтесь. Вот слово еретик. Вот я вчера сказал женщине, если никого нет, то сходи к Сензу. Я про себя скажу. Если я буду перед смертью в таком месте, где не будет нигде православных, я прищищу католиков, у григориана и армян, у коптов и сирийцев. У кого, кто там из них будет. Это вот пять, которые действительно имеют рукоположение оттуда. И мне вчера один человек говорит, я хотел бы съездить. Он и знает, давно уже на нашем сайте, вот эти увидеть в церкви. И что, говорит, я заметил. Я прошло, много их взял. Между собой они не враждуют. Более беспокойно это православие. Чуть одно слово не так и. С одной буквы из двумя. Два перста или один. Хотя ни о том, ни о другом в Библии ни слова. Уже примирения никакого нет. Никак. А эти, они вместе молятся и могут, ну, разные обычаи в разных областях. Одни там от Памы в Индии, в Сирии, где... Значит, нужно быть маленько потише. Со словом еретик. Еретик человека, отвершийся, в первую очередь, Иисуса Христа и Святой Библии. А дальше надо разбирать, есть ли нет рукоположения, церковь это или нет. А то молиться нельзя. Ну, молиться нельзя, и ты не молись. А Илья не боялся, что рядом стояли 850 язычников, которые взывали. Не просто язычники, а это были руководящие органы. Тогдашнее, может, политбюро. И это не помешало пророку Илье молиться и отсечь им голову. А то они где-то рядом-то молились, нельзя. И вот меня иногда тычут, вы с евреями знаете. А у нас в канонах написано, вы еврея не лечите. Ну, написано, я знаю, что тогда было очень трудное положение. Евреи искали убить, готовились. Но сегодня мне еврей делал операцию Шойхет Яков Нагманович. Ну и что? Ну, доктор медицинских наук. Он сделал мне операцию, я живу, живу уже 30 лет. И как он ее сделал? У евреев нельзя. Да ивреев-то большинство, проще, Елизара, почитаем где-то, Витебский, Профессора, которые там все это водили. Герои социалистического труда, все евреи. Куда ни возьми, как журнал такого еврея сейчас, Лихаим. И еврейский журнал нам приносила, тут была такая, Фаина Соломоновна. И там статья такая, жиды, жиды, везде жиды. Крупным шлифтом, они как бы смеются над нами. Слово жид имеет смысл, по словарю Даля, сткряга, скупой человек. Так что слово жид еще не говорит о национальности. Жид может быть русский. Это может быть татарин, мусульманин и христианин. Хотя по-славянски это да. По-славянски это указывает на нацию. А вот поем мы символ веры. А чего-то вдруг стояли, стояли и запели. Кто знает, почему мы его поем и с какого времени это пошло. И отче наш. Опять молчок, антракт молчания продолжается. И вдруг раз, запели отче наш. Кто это усыновил, Петь? Один из самых, как говорится, отъявленных стельдианцев. Алексей Первый, Семанский патриарх, московской патриархии. Это он вел. И стоит он того, чтобы его помянуть, добрым словом. Стоит. Он в 93, что ли, года жил. Да кого он от советской власти. Ну оставь это за кадром. Советская, советская. Уже советская власть идет, это все трепешешь от советской власти. Наверное, больше его напугался. Он неправильно поступил где-то. Ну это поступил правильно. Ну возьми вот это и помяни его перед Богом. Упокою в обителях небесных. Что сделал не так? Прости ему, Господи. Мы всех подробностей-то не знаем. Я против стельдианства двумя руками голосую. Не должно этого быть. Ну вот это-то доброе-то. Я узнал. И он сказал так. Священники разные бывают. Бывает пьет, бывает что-то. Народ наш добрый. То есть, потому что добрый он, священники полагают спасение. Он все простит. Но если он небрежно совершает служение, в алтаре кощунствовать никогда не простит. Потому что разрушено самое главное, за что народ держится. Это тоже один из определителей, как относиться к священникам. Я знаю те, которые кощунствовали, они все кончили очень печально. Один из них повесился, отсидев за непотребным уже ложеством 7 лет. Отец Олег здесь был. Вот как. Поэтому к священнику, вот тогда приезжали у нас здесь священники, отец Сергий Беляев. Я ему открыл алтарь показать, он сразу шагнул в алтарь. Я обычно-то не захожу, хотя имею право. И сразу поклонился до земли и встал и поцеловал алтарь. Я даже разговаривать с ним больше не захотел ни о чем. Хотелось обнять и поцеловать. Он сразу меня... Я думал, я ему вот это, а даже ничего в этот раз спрашивать не стал. Я вижу, как он благоговейно относится к престолу Божию. Вот и все. Это здесь, в нашем месте было. Ну, научитесь вычленять и у человека, ну, доброе что-то. Одна девочка, я слышал такое. Мама, ты так говоришь, все хорошо. Ты, наверное, тебя если спросить, дать характеристику, статане. Ты ему, наверное, хорошую дашь. Она говорит, у него тоже есть одно качество, которое нам необходимо иметь. А что такое? Неустанность. Он никогда не отчаивается. А неотчаянием, злобным вообще полно. Не погубил человека? Ну, молодой человек, ему нужна там девушка или девушка-юноша. Он построит тебе. Ну, вот уже пожилой. На деньгах начинаете вот это путать. Ну, вот старый. Старого это на осуждение. Больше ничего нет. Она больше ничего не может. Смотреть в окно, ест и ложку мимо окна пронесет. Это в ухо. Но все-таки убит. Священник знает и говорит, и пятимью просишь, и проси не. Ну, какой? Ну, когда обедаешь, не смотри в окно. Она это помнила. Она пришла домой и первый же раз сразу. Батюшка, я опять смотрел. Ну, не смотри, я тебя прошу. В следующий раз пришла. Я не смотрела, пока второе не подали. Ну, не судите. Молодые ударятся в блуд старое на осуждение. Это я еще от мамы слышал пословицы. Ну, не судите. Зачем тебе это нужно-то? Ты помочь не можешь. Ты можешь пойти к начальству. Ты можешь пойти к мусульманам. Ты можешь кому угодно пойти. Сказать истину во Христе открыть. И вот мне начинает говорить. Вот отец Даниил Сысоев, я его считаю святым священномучеником. А он делал не так. Он делал не так. Ему по-другому было дано. Он разбирал Аллах. Я этого ничего не делаю. Я разбираю целый том у меня, 18-й. Как говорит об этом Коран и как говорит Библия. Даю сравнение. Все. Остальное тебе Бог положит на сердце. Какая разница? А там и говорится, как у них видится Бог, кто Он такой, какое существо. И какой наш Бог и Его, и Христос. Все вопросы эти, ну, какие самые такие задают. А там у меня подход вот такой. Вот это хотел сказать еще об этом. Ходили когда в эту вот. В редакции разные. Балтайскую правду прямо так и получилось. Сдал. Тут брали интервью Сергея Киплякова. И это на неделе звонит. Еще про... Так. Переспросил. Как, что, где и прочее. Сергей Кипляков. Его много статей в нашей книге «Для Слова Божия нет ус». Я думаю, что... Я помню, я молюсь. И поэтому, ну, кому я сказал, и близко к сердцу, помолитесь. Помолитесь. Он много в тот период сделал, когда меня душили, давили. А он такую статью напечатает. Игнатий Лапкин, победитель коммунизма. На двух страницах статья. И всегда он переспрашивал, правильно или нет. Видите, люди везде... Ну, опять же, хорошие скажут. Хорошие, а... И за него что-то опять скажут. Для меня, повторяю, я поясняю. Для меня хороший. И он написал книгу о Наполеоне. И он взял надпись. Мне ее подарил. Он написал книгу. «И мысли не без вашего влияния». Вот и все. А если не без моего влияния, значит, там еще что-то может проявиться. Он был в Иерусалиме. Какой-то им устроили экскурсию. Там крестик там купил. Вот. Так, ко мне вопросы. Есть какие-то? Я вас загрузил под завязку на неделю. Да. Молиться о погоде. Молиться об Украине. Особенно об Украине молиться. Потому что у нас односторонняя информация. Ни столовестия, ни на ту, на другую сторону. Ни те, которые отделились неправы. Ни те, которые их теперь убивают, изничтожают буквально. Мы православные. У нас меч другой. Я посмотрел Томская епархия. И они вопросы ответы. Ну, там немного всплыло. Четыре. Вопросы серьезные такие. Ни одного правильно не отвечают. Ни одного. Это там, где Максим Степаненко был. А теперь какой-то Алексей священник. Ну, был бы он здесь, я бы ему все это показал. Мне просто совершенно неправильно. Вот традиции начинают. Традиции. Какая традиция, когда Библия перед нами? Вот трясутся. Я считаю, не традиция, а надо духовно родиться. И от этого все. Я всю неделю молюсь об этом епископате, который приехал. Что Бог дал им духовное рождение всем. И температура начала меняться во всем государстве. Кто пойдет сегодня, скажите. О чем я говорю? Подойти к Максиму, этому, Сергею, к епископу. И передать от меня ему поглон, приветствие. И сказать, что я здесь. Мой телефон у него нет. Визитку подайте, скажите. На первой странице, стороне визитки. Может быть потерял. И я готов приехать, если он позовет. Ну, кто может пойти? Только вдвоем надо идти. Ни одному. Ну, кто на занятия не ходит? Первый, еще те, кто не ходит. Оторвитесь маленько от себя. Сейчас здесь перепустите со всеми. И пойдите. Видите как? Простое дело. Пойти в богослужение. Удивительных епископов много. И народ будет богославить. И не могу дозвать никого. Ну, нехорошо это. Ну, вот один добровольный слушал. Когда не было кого посылать на благовестие, потеряю. И одного человека не хватает. Вот этот человек опять это. Она там, говорит, в бочке затычка. И она тут и пошла, и пришла. Ой, мне молодость вернулась. Она любит это дело. Вот, видите. Еще кто-то. Желательно, чтобы пошел брат. Потому что тебе есть такой желательно, чтобы брат. Так, сестра одна есть. Но ни глухонемого же посылать. Валера. Николай. Николай. Валеру почему-то тоже. Так, Николай. Валентинович. Можно Севастьяна? Брат Виктор. Занятия проводил. Какое занятие? А? Занятие. Занятие на занятиях. Так, Сергей на занятиях. Кто у него на занятиях-то? Так, Николай, не хотел бы сопроводить? Тем более, ты совсем... Прямой телефон. Он не ответил. Больше я просто... Ну, вроде бы на Зою лезу. Я не люблю это. Я просто два сигнала дает. Для меня этого достаточно. Кто голос подает, того и отправить. А вот смотри, советую, чтобы ты пошел с Наташей. Вообще, это было бы еще даже лучше. Наташа. Надо брат и сестра, чтобы пошли. Вы-то молодые. Ну? Витя, не хочешь? Вы записали, получаете? А? Желание нет. Ларису взял, да пошел. А что ты смеешься-то? Ничего. Главное, непонятно еще. Ну, добровольте. Кто-то один брат должен быть. Тогда занятия. Сергей. Я уезжаю. Благословляйте меня. Понятно? Ну, сейчас уезжаешь, а сходи, ты осможешь. Прямо сейчас, да? Прямо Сергей. Ну, сейчас. Так, Сергей, второй Сергей. Не хотел бы сходить? Нет. Он не смог. Я женился, я не могу пойти. Я так, говорит, я уезжаю. Вот она, прища-то прям на нас сбывается. Вот, у меня машина сломалась. Пойду, смотри, сколько валов купил. А ты что, на всю неделю уезжаешь? Да можем, зачем на машину? На автобусе поедешь. Пойти, значит, куда? Сейчас. Главное, богослово. Подожди. Да. Вот кто бы брат-то здесь, твой муж-то дорогой-то, ненаглядный. Вот он бы пошел, и тебя будут. А в следующую неделю должен быть. Твои описки по ним будут ждать неделю. Для них, конечно, что надо. Так, Андрей, так это сегодня или на следующей неделе? Сегодня, сейчас. Сейчас, прям отсюда идти. Они уже, 9, служба начинается. Уже служба идет. Как раз к концу и подойдете. Готов, Куслава Богу? Нет, я поехал. Куда? На соревнования. А тут соревнования идет, добровольцев ищу. Ну попробуйте еще позвонить раз. Ну хорошо. Представьте, что стоит здесь батюшка и епископ, и ларион, и патриарх, и просят вас. Пойдете или нет? Я пошла, да пойду. Кто из братьев сказали, вот сейчас был патриарх здесь, и просел бы, патриарх Кирилл, и вы, кто бы отказался? Я пойду, я согласна, брата. Я понятно, но ты пока еще не мужчина. Пока. Ну, она же определяет, что здесь полчаса. Ну, вот видите, у меня поэтому я это говорю специально, не то, что посылаю, а показать, что я вам даю полную, абсолютную свободу. Так, вопросы ко мне есть, или кто желает теперь что-то сказать по темам, которые у нас были? Я хочу поблагодарить, братья, вас за то, что вы слушаете проповедь, в которой мы говорим, внимательно. И это говорит о том, что вы не спите, что вы бодрствуете, бодрствуете над своей душой. Благодарю вас. Благодарю, прежде всего, Константина Дмухукова, он постоянно мне делает замечания. А вот ты вот сегодня говорил, читал Евангелие, верно, плохо говорил. Ну, неприятно мне эти слышать слова. Ну, и вывод. Дома с больными детьми. Вот, сегодня опять сестра сделала замечание мне, говорит, не ковать, а ковать. От слова ковать. Хотя, можно и так, и так, наверное, но я принимаю это замечание. Благодарю вас, потому что это важно. Вот из этого и складывается наше взаимопонимание. Спасибо, Христос. Так, все. Договори. Я, к слову, Виктор Андреевич, про проповедь. Очень хорошая была у нас проповедь. Вот это вот замечательное. Второе коринфянам. Да. Это я, Золотоуст, это не я, виноватый, это он. Да, вот еще просьба такая. Тот, кто напит, чья проповедь, вот, Золотоуста, в начале, вот, пожалуйста, вот, в начале лучше. Говорите. Тогда лучше запоминать, чья это проповедь. В начале, вот, Первая коринфянка, значит, и просьба такая, ну, чуть-чуть помедленнее. Ну, немножко. А так, очень хорошо. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Да, брат Николай, вон там. Николай Валентинович. Да, благодарю за слово, которое мне разрешили сказать. Значит, не знаю, кому оно понравится, кому нет. Но, вот сейчас вот, как сказать, прошло уже столько времени с нашей службы, ну, допустим, да. То есть, я к чему? Игнат Тихонович сказал, ему в интернете задали вопрос. У вас что, община глухонемых? Ну, что люди не принимают участие в собрании. То есть, это самое важное, вы понимаете, участие каждого члена собрания, какого-то, неважно какого, там, партийного или любого, ну, в жизни этого собрания. Будем так, я вот это, может быть, это каламбур такой, но вот так вот бы сказал. Вот, мне бы было интересно, к примеру, по каким-то вопросам узнать мнение каждого человека. То есть, это жизнь конкретного человека, духовная, естественно, не то, что там, как он к ботинкам или к чинцам относится, это мне не важно. Духовная жизнь. То есть, Премудрый сказал, восхищающий слово опротивит. То есть, это кто слово сам захватил, и вот раз, 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 и, ну, опротивит. Ну, это Премудрый сказал. То есть, Бог словами Премудрого. Это я для себя вот так принял. Раз. Вот, почему у нас такого нету? Меня этот вопрос, может быть, даже не то, что самый важный, но очень важный для меня, почему нету участия каждого человека в собрании? Или вы здесь совсем, мы, я к этим расскажу, или мы совсем согласны, принимаем однозначно, а если не согласен, значит, говори. Ну, вот, сейчас собрание закончилось, кто еще что хочет сказать? Да уже кто что хочет сказать, уже все устали. Ну, согласен, что час Игнат Тихонович устал, час, как бы, вливать в нашу уши информацию, которую он за неделю себе накопил, а мы уже устали здесь сидеть и быть безгласными пингвинами. Понимаете, все, ну, устает человек. Сидеть ли, стоять ли, устает. То есть, что я предлагаю? По этому вопросу. Пусть это неофициальное, ну, как, ну, не собрание, вот как батюшка говорил, если собрание, это надо там, там, прижидиум и прочее собирать. Нет, ну, мы называем это собрание. Раз мы собрались, это собрание. Что делать? Во-первых, регламент. Самое, я об этом уже говорил, неоднократно можно поднять этот вопрос, кто хочет. Регламент выступающему или докладчику, ну, пусть это официоз такой, ладно, пускай, мы это примем. Слово другого я слаб в русском языке, не Пушкин. Не могу всего придумать. То есть, регламент, выступающий там столько-то и так называемое прение или обсуждение того, что сказал докладчик. Это прение называется. Вот у коммунистов это было принято, ну, везде. У нас вот, вот мы уже устали все, понимаете, уже у кого-то уже там язва себя там побуждает или что-то, ну, разные причины. Кто-то в туалет, уже многие ушли, понимаете. Многие ушли, потому что, ну, как бы, ну, пусть это грубо, но я говорю открыто и честно в глаза. Это была игра в одни ворота, в одни ворота, вы понимаете. Игнатихович нам лил, лил, лил. Да, мы напитались, у меня уже не лезет выше ватерлинии. Все. Я уже сижу, мне еще в ночь на работу, надо отдохнуть. Елки-палки, ну, когда же это... Ну, я уже все это слышал и неоднократно. Но я все равно, я это слушаю с удовольствием. Ну, мне просто интересно, что другие-то люди могут сказать по каким-то вопросам. Вот Виктор Андреевич в проповеди говорил, да. Я вам скажу, да, первая проповедь была очень длинная. Очень. Скажешь слово. Очень длинная была, да. Я считаю так. Потому что было принято 15 минут, не более. Здесь, ну, не более, в принципе, это уже установлено психологией человека. Он более внимательный. 15 минут. А потом уже начинает ворон считать, носу ковырять или уши чистить. Тут много способов, как время провести. Вы понимаете, в чем дело-то? То есть, вот, разбить на несколько. Раз. Потом наше так называемое апостольское богослужение. Я это все в кучу собирать и вопросы, потому что потом уже, ну, может не быть мне, как бы, слово дано. Вот. Вот в чем дело. Апостольское богослужение. Мы начинаем слух петь. Вот Игнат Тихонович говорит, верю, отче наш, там, Богородица, все. Я уже говорил, вы понимаете, ну, так называемый наш хор, он раз это все чуть ли не речитативом, как рэп какой-то. Раз, прочитали, все вылетело. Мое предложение, я думаю, батюшка поддерживает, и в этом худого ничего нету, пропели, верую. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. У нас есть щицы, поклонились, отче наш. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных, Богородица, Дева Радость. К примеру, я говорю, у нас это все раз пролетело и все. Я даже не успел сориентироваться. За что зацепиться? За отче наш или за верою? Я еще в веру нахожусь, а уже отче наш пропели. Понимаете, в чем дело-то? Это мое такое предложение. Молитва – это беседа с Богом. Но я еще там верую, да, я верую. А вот верую ли я так, как апостолы веруют? Я себя могу проверить или нет? Но это я могу сделать во время молитвы. А мне уже надо Богородицу. А там уже поклоны бежать, икону целовать. И все, и вылетай на собрание, а тут уже все, устал. А сейчас мне еще на работу бежать. Ну, к примеру сказать, да. И все, у меня день скомканный. Ну, я про себя говорю. За других, может, кому-то интересно. Потом еще. У меня складывается такое, ну, вообще об обществе человеческом. Почему человек ходит в какое-то общество? Общество любителей, там, книги, там, автомобильное, там, любители пива, партия была такая. То есть, почему он ходит в это общество? Он там находит единомышленников. Это раз. Самое главное. Но, очень часто бывает, что есть такая мирская, конечно, там, песня, там, первые два слова не будут. Там, кто пришел, там, кто-то, кто-то. А кто пришел послушать свежих новостей? Понимаете? Это является в виду, ну, имеется в виду, там, ресторан. Ну, он пришел в ресторан и послушает свежих новостей. Вот, как бы у нас вот этого не случилось, вы понимаете? Послушал свежих новостей, ничего не впитал, потому что устал. Быстрее бы домой, у меня там холодец, в холодильнике уже стоит три дня. И не могу его никак доесть, к примеру, сказать. Или что-то другое. Мне надо быстрее бить. Я устал уже впитывать все это. Может быть, как-то это, ну, через регламент все вот это пройти, что ли, нам, ну, попробовать или как-то, вы понимаете, что ли. Я не против того, что у нас происходит. Но это сделать более, чтобы каждый-то был деятелем. А то сейчас вот мы сидим и выбираем, кого. О, этого, этого. Ну, кто пойдет к епископам? Кто? Ну, к примеру, сказать, да. Да должен сейчас собрать столы, развести и бежать, понимаете? Там я или кто-то другой. У нас этого не происходит, потому что все уже устали. Можно было командировать ранее, там, и в 8, и в 9, и в другое время, понимаете? А тут вот все спонтанно, а он думает, да мне еще надо то-то-то-то сделать. Давайте, может, как-то это все организуем, что ли. Пока батюшки. Да и с батюшкой то же самое. У старообрядцев еще служба идет. А в тюрьме сейчас макароны дают, давайте я скажу, да? Или что-то другое, понимаете? Можно хоть подо что подогнать. А уже на Сахалине, а они уже спать готовятся. А кто-то уже лег. Ну, а в Америке еще ночь, 12 часов они еще спят без задних ног, как говорится, понимаете? Можно хоть под что подвести. Ну, есть определенная наука такая, психология называется. И там поведение человека в обществе рассматривается. И не только в обществе. Вообще поведенческое, ну, как бы сказать-то, ну, поведение человека, будем так говорить, не силеное. Веревок моего ума не хватает, у меня пикселей маловато в голове. Старый стал уже забывать все, что начал. Вот в чем дело-то. Понимаете, может быть, как-то давайте образуемся, чтобы мы все могли что-то сказать, кто-то что-то знает, или видел, или читал. Ведь у многих уже жизнь-то была, неделю там мы жили. Я вот давно не был. Я сейчас слушал, ну, это примерно, я могу услышать и месяц назад. Примерно то же самое. Игнать Тихонович, у него примерно жизнь, она уже размеренная. А интернет это одно и то же. Одно и то же. Но информация одна и та же. Но надо иметь свои пиксели, терапайты, чтобы выделить зерно. И важно, и главное, сказать, чтобы было людям интересно. Я вот на работу прихожу, все сидят в интернете, вы понимаете. Я что-нибудь начинаешь говорить, а где ты это нашел? В интернете. Да я там был, ничего я там не видел. Понимаете, в чем дело? Кто что увидел? Кто-то увидел на заборе слово нехорошее написано, а кто-то увидел забор какой красивый. Смотрите, ну, по-разному. Взирать на одну и ту же вещь можно. Может быть, давайте как-то делиться, что ли, какими-то переживаниями, событиями. Не просто так, я болею, помолитесь. Да мы и так ежедневно, утром, вечером молимся. О болящих, о путешествующих и прочее. Что об этом-то просить? Духовное это переживание есть у человека или нет? Или он уже все закис, как болото, в которое на ступень и пузыри. А пузыри это что? Серый водород, числочный запах, это не всем приятно. Вот, вот и все, вот что в человеке-то может быть. У меня все. Так, сейчас, подожди. Я самый... Вот то, что говорил Николай Багентинович, наша сестра Надежда неоднократно говорила. Не знаешь, какой подход к этому. Предложение вынес, а я не знаю, в конце вы слово «я не знаю» повторили 18 раз. То есть я делаю предложение, а я не знаю, просто я не согласен, я не знаю, но это не конструктивная позиция. Я ей сказал, конструктивная такая, ты предложение сделала, следующее собрание конкретно, вот не выходя отсюда, кто будет проводить собрание? Я постоянно говорю это? Заранее. А тебе я сейчас приду и скажу, Вася, делай доклад и делай выступление. Да ему ничего не скажут. Так, следующее собрание проводите вы, Николай Валентинович. И тогда вы увидите, что новое, повторяю, я 27 моментов взял, и ни одного не было нового. То есть это абсолютно неправда было сказано. Я же сказал, в первую очередь не было разжено еще на этой неделе. Начиная слово, я в первую очередь предложил человеку сказать. Он говорит, это все на мою сторону беремия идет. Он рассказал, как оно, интересно было. Интересно, но время это идет, потому что люди уже уставали, кто-то холодец не доел, он еще прокисать начинает. Пять минут сказали, следующее я говорю, следующее опять, вот это такое-то, такое-то. Вы это знали или нет? Не знали, что поощряется такая форума. Мне столько утром сегодня скинули, я не знал, да и вы не знали. А вы подо мной, ребенка, это все знали, я 10 лет, или там не было этого, не знали. Я как раз говорю, то, о чем люди могут быть задействованы, молиться. Не просто интернетные новости, а конкретно. У нас не убран урожай. И мы об этом молимся. Я призываю на это дальше, знали ли вы, что у нас меняется тактика распространения книг, где мы ездили, нынче из-за поломки машин. Не знали. Ну, это уже грубая ложь просто была. И поэтому нашлись люди, которые хотят это. Я сказал, дайте неделю помолимся. Я сказал, молитесь. Они не знали, люди, это очередная неправда. То есть, во каждом слове вы допустили грубую, тяжелую неправду. А дальше, дальше это все можно вы проведете следующим, что вы следующее собрание проводите. Я каждое собрание говорю, кто будет проводить? В дверях стою, ну начни, приготовься, чтобы люди знали, о чем молиться. Попутно я коснулся проповеди сегодня же. А вы знали? Ну, эту проповедь 2000 лет знают. Но то, что я сказал, вы не знали. Я сказал из редкой проповеди. Очень редкой. Даже перевод слова на «и» не знают. А неужели это так? Я беседую с епископом. И говорю, почему Андрея Критского написан канун? Епископ не знает. Я беседую с Угуменом, который весь мир объехал, знает. Говорю, он не знает. Я говорю, потому что он подписал анафему шестому вселенскому. А там холодец, не лишь бы вырваться, свинину эту слопать. Подсунули этот холодец свой. То, что я говорю, вы не знали. Я заранее вымеряю. Знаете, нет. И как задействовать, чтобы на этом вопросе все участвовали. А человек сидит, почему не спорит? Почему не высказывает? Почему нет регламента? Потому что все, что каждому распределено, нужно это сказать по отдельности. Ну, я его отдельно должен научить. Ты сегодня говори о роженице. А ты сегодня говори вот об этом. А ты об этом. Зачем мне говорить, когда я сам могу это донести? Вы неделю бездействовали. А на кого ропчешь-то? То есть свою условливость оправдываешь. Через 2-3 недели придем, один раз, и все кажется не такое. Такое. И регламент очень простой. Лишнего, чтобы не было. Поэтому записанное нами, ты можешь проверить. Я сказал четко, ясно, определенное и с призывом помолиться. Мне нужна помощь по квартире. Да мы знаем, ты там жил. Только и всего. Эта квартира вошла в мировой фонд. Сколько она снята была? Что там делано было? Там тысячи людей отдыхали. Там два раза меня арестовывали. А теперь квартира уходит. Уходит. И там сделал правильно. Я спросил Севастяна. Я все правильно сделал. А дальше-то я следующий. Ты знал, что эту квартиру, как и ту квартиру, я тоже отдаю. Ту до копейки отдал. Там, которая надержала сильно, мои деньги покупала, чтобы бабушки ночевали около храма. Никитина 147 квартира один. Где пожар был. Там деньги заплатили за нее, кто покупал, строится. Эту квартиру я отдаю тем молодоженам, у которых негде жить. А я знал, не знал этого. Тоже неправда. А просто от усталости. Гугалу как упустили к столу, так и сидели. Сказал бы, я не могу. Некоторые говорят, я не могу. И пошел отдохнуть. Ну, с работы я понимаю. Но говорить, что говорили, лишь бы я вышел, болтологией занимаюсь. 27 пунктов, сказал, новых. Все до одного новые. Определенно. Не знали этого? Нет, не знали. А теперь конструктивный подход. Следующую неделю, если вы не на работе, подготовьтесь, проведете собрание. И сделайте так, как вы хотели. Слово не знаю, истребите. Я ни разу это слово не сказал. Ни разу не сказал. Не знаю, значит, я сижу дома и помалкиваю, стараюсь узнать больше. А когда узнаю, тогда выйду. Мы когда поехали, я постоянно повторял, у нас опыта нет. Опыта нет. А теперь мы говорим, у нас некий опыт есть. Люди боятся себе сказать, что впереди ждет. Когда вот этот акт о каноническом общении был, это мои слова были. Я сказал, мы против. Всем объяснили. А я был не против. Кто не против, тот ушел. Его нет уже. Он не против. Надаш, я сказал, но мы будем молиться, чтобы нам не забунтовать. Чтобы нам не выродиться в секту. Мы примем любое решение, которое примет Синод. И приняли о каноническом общении. И поэтому к нам приезжает епископ, и батюшка с ними служит. Об объединении не было ни одного слова. Это они под кулисами уже сделали. Поэтому об объединении речи не было, и мы не подписывались, и не говорили. И это епископ сейчас сказал, что они вынесли, где-то вынесли решение, что лучше вот как мы остаемся. Догообразие, Кирилл, патриарх сказал, проявляется мудрость Божия. Следующей неделе подготовитесь к воскресенью? Ну, конкретно. Это ко мне? Я к тебе, говорит Николай Валентинович. Следующей неделе подготовится ведущее собрание. Нет. Нет. Через эту неделю, следующую, через две недели. Через две недели, да, возможно. Все. Следующего за этим преднадлежит вам. Подготовьтесь, проведите собрание. С самого начала, ну, Виктор Андреевич выйдет, скажет там об отсутствующих. И конкретно, не просто. Я тоже нигде этого опыта не беру. Я вижу, что это нужно. А она уходит. Она и так уже ушла давно. А он устал. Какая тут усталость? Чурки ворочали, что ли? Маленько просчитали, услышали. Ой, больше я не могу. Вот так получается. Повторяю, что когда люди где-то, когда-то работают, где-то, за деньги-то, они не считают об усталости. Наряд, аккорды, наряды. Как мы работали? На работе работали часов десять, не меньше. Ни одного перекура. И приходим, едва-инва перекусили, и дальше бежим ночью работаем. Почему? Нам нужны были деньги. И слово усталость мы не знали. Хотя я перешагнув порог, падал. Ни к кровати, никуда. Тут упал, и тут уснул. У меня выработка все время на работе была. Двести восемьдесят, триста процентов. Можешь представить? За трех мужиков работал. Еще подрабатывал где-то. Нам нужны были деньги. Все одно дело Божие брошено. Мы однажды ехали. Вот знаете, напомню. И возвращаемся уже. А Третьяков сидит. А вы не думали до Хабаровска доехать? Из Иркутска, кажется. Я помолчал, а потом сразу говорю. Игорь, ты сам сказал это или Господь тебя побудил? Мы поедем до Владивостока. Но когда делают предложение, что я делаю дальше? Ну вы его рассматриваете. Я Сергею говорю, все. Он говорит, сразу предлагай, теперь выполни его. Ты поедешь. Я, я не могу. Я там что-то, груз какой-то идет. Папа, мама начал собирать. Игорь, Третьяков, не пойдет такой разговор. Ты дал предложение, его надо выполнить. Давай помолимся. Приехал, груз не пришел. Папа ни при чем, и он поехал. У меня всегда конструктивная программа. Так что, брат, если ты в чем-то соблазнился, прости меня. Но это не так. Я готовлюсь очень тщательно. Перебираю на несколько раз материал, который нужно дать людям, чтобы они знали, о чем молиться. Конечно. Так. Так, вот я еще, чтобы отпустить сестру, я ей предлагал. Возьмись за это дело. Я сестра, я не могу везти. Но кого-то из братьев изберите. У тебя муж здесь. Начните везти, пришли, сели. Ну, ничего, ничего, идем домой. Ничего, никого нету. Ни одного собрания. Дело в том, что в начале собрания вы сказали, что вам сделали замечание в интернете, что люди пассивные. Просто, я так поняла, Николай имел в виду, что если, допустим, час-полтора выступаете вы, другие люди, понимая, что если они сейчас будут поднимать руку и рассказывать, например, еще 40 минут там, например, о своей поездке или еще, то это слишком долго затянется. И люди уже не всегда... Согласен, мы раньше разговаривали, раньше с вами разговаривали. Когда, как бы наших братьев задействовать. Может быть, это имел. Это не об этом сейчас говорим. Когда вы раньше говорили, я сразу вам сказал, то ваше предложение выполняйте. Найдите следующих, кто... Ни разу вы никого не нашли. Почему? Никто не идет. Я говорила, что братьев на благовестие. Я про благовестие не про собрание. Я про собрание говорил. Забыла просто. Про собрание. Вначале как раз про собрание говорил. Я про собрание вам говорил. Бери на себя эту миссию и договаривайся. Вот как молимся, псалтырь за умерший. Тебе такая капизма, такая... Он так подумал, а я... А приемный решал. Не только я, сестры случили и другие случили. Вначале вещь шла о том, как проводить собрание. Не о благовестие точно не было. А благовестие точно не было. Собрание проводить. Можно еще сказать? Я хочу поблагодарить брата Николая за то, что он сказал в отношении проповеди. Но я как бы вот... Это хорошо говорить, когда сам этого не делаешь. А когда начинаешь сам делать, тогда понимаешь, как это делается. Сколько времени это требует? Каких трудов это стоит? И как даже не просто прочитать уже написанное? Напечатанное? Я вам скажу, что как бы между двух противоположных мнений. Один говорит, что нужно побыстрее, помедленнее читать. А другой говорит, что нужно сокращать. Что нужно делить ее, эту проповедь. Скажу, что проповедь, брат Николай, сокращена уже. Если бы я еще читал ее всю, это еще половина времени заняло. Уже сокращенная проповедь. Дальше сокращать нельзя. Это Иоанн Златоуст. И потом хочу сказать, какие же мы немощные по сравнению с теми христианами, которые стояли в храме и слушали Иоанн Златоуста. Мы даже можем сидеть здесь, но не разрешается сидеть во время проповеди. И то нам это в тяжесть. Потом хочу сказать, ни у кого не отнято право говорить проповедь. Там, в храме, вы не можете. Здесь говорите проповедь. Готовьте. Вы знаете, какая у нас тема. Какое чтение апостольское, какое евангельское. Приготовьте проповедь. Скажите, я буду говорить проповедь. Но кто будет проповедь? Да никто. Это и будет активное участие в нашей жизни общественной. Так, относительно проповеди. Во времена Иоанна Златоуста служба дольше была, чем у нас вот так идет она. Почему? Архиерейское служение. Он патриарх. И эта проповедь, я посчитал, буквы, сколько каждая проповедь? 35 минут. И весь город приходил в движение, когда он выходил. Слова его неизменные. У нас не... Мы читаем Евангелие, говорим, это от Христа. Это Златоуста, он здесь. Как прочитать, это другой вопрос. Тут надо вжить об этом. И торговцы, судьи, судилище, все закрывалось. И нотариусы сидели тут, скорописцы переписывали, и у дверей тут же продавалось сразу. И никто не дремал, и не говорил, что у него там холодец. Об этом даже не знали. Все знали. Сегодня будет проповедь Златоуста. Я эти проповеди насчитывал, пока я один на всю вселенную. Кто их насчитал? Нигде больше нет. По сегодняшний день не берут от нас. Ну, возьмите, надо считать. Где-то я споткнулся, где-то не рассмотрел. Но пока нет, у меня не с кем соревноваться. Я не имел конкурентов нигде. Но возьмите, пересчитайте. Я говорю, я не могу. Четыре причины. Зубов нет. Второе, слабое зрение. Диктор должен слышать свой голос, и бронхи у меня больные. Я обратился в интернете, когда сайт был открытый. Кто может перенасчитать? Перенасчитайте. Никого по сегодняшней день нет. Вот это вот безразличие и инертность, она говорит о чем-то очень многом. А просто сказать, я каждую минуту буду разбирать. Ну, скажи. Тем более, следующие уже будете готовиться к следующему. Так, на следующее воскресенье кто готовится? Вот сейчас, через неделю, когда батюшка придет. Ну, ко всем обращаюсь. Вы староста, вы староста, вы должны вести собрание. Основная у вас вся информация. Еще раз говорю, я постоянно отхожу. Сказали один раз о проповеди, молодым нету, я отошел на мертвое. А сейчас везде, говорите, проповеди, проповеди так нужны. Я сказал, не отхожу. Я выхожу только там, где меня не было. Это в Тбилиси, в Москве, в Лиссабоне, где меня там... Я новый. А здесь я не выхожу. Не запрещено ничего. Проповеди просят. Одно замечание сделала тогда была Галя. Для меня этого достаточно было, чтобы я полностью отошел. Притом от восьми пунктов, чем я занимался, я отошел. Я очень внимательно слушаю. Так что, Николай, ты тут абсолютно неправ. Я говорю, потому что никого нет. А без рыбы и рак рыба. Я говорю о том, в чем вы можете принять участие. Помолитесь об этом. Вот он считал быстро или как? Он считал меньше полчаса. А как нужно считать? Плохо вижу. Считано было ныне Евангелие о воскресении Господом. Единственного сына вдовы из города Наина. Я вот так насчитывал. Она слушается? Слушается. Но здесь он, как действительно сказал, между двух огней быстрее, тогда разделить на бесчастие. Народ стал слабее в 21 веке. На бесчастие тогда разделить. И я думаю, на двух частях те же самые славы выйдут. Это же очень сложно. На три проповеди. И потом как разделить? Ну, Златоуст проповедует. Мысль-то у него разделить сложно. Да, и разделить-то сложно. Я не знаю. Почему мне это не тягостно слушать? Не знаю. Я его насчитывал. Я вот этот Златоуст 12 томов прослушал на 6 раз 12 томов. Вообразите, это 72 тома. Не знаю, какая это. 72 тома по 800-900 страниц. Составлял каталоги, симфонии на Златоуста только. И мне это не было в тяготу. Почему? Почему? Я люблю его. Я с ним соединился. Ищу глазами дух Еремии по ревности святого Златоуста. Друзей, которые нигде не изменили. Родные мне по мысли и по чувствам. Это стихотворение мое. И мне это не в тягость было. Я начинаю считать сегодня. Еще в интернете один обратился. А где это написано, что когда причащались, то демоны вместо причастия уголь толкали. Я считал, у Еродиева Андрея его нету. Человек Старатова. Первый раз сегодня он пришел. Я сразу посмотрел с бородой. Видно, что Сухащаев 27 лет. Я бы отвечать даже не стал. Ну, ищи ты сам. Он говорит, я ищу и не нахожу где. Я сразу же раз ему делаю выписку. Это не у Андрея Еродиева. Ну, Николай, вам бы задали вопрос, что бы ответили на это? Он говорит, я все проискал, нигде нету. Можешь даже не сомневаться, ничего бы не ответил. Я как рыба молчащая был бы. Потому что это надо знать все 173 жития. Я мгновенно сразу же только встал и понял, так это говорится. Макария Александрийского. Еще одно мгновение, я понял, это будет 17 января. Я мгновенно захожу в жития, копирую и все ему туда отдаю. Он только задал. Конечно, он удивлен. Как так? Из всех житий 12 томов, мгновенно вычтите жития. Определенный пункт. И как это было? Все закавычено. Мне это дано. Почему? Жития, чтобы составить каталог. Мне пришлось частями полностью прослушать начитанные 12 томов, начитанные моим голосом. Десять раз. И еще два, еще выборочные, почти на 12 промолотить. И ни разу не было в тягости. Хотя есть момент, с чем я не согласен, колотил кто в колокол. Мне это дано. А я не хочу слушать. Ну, можно выключить. Ну, я не могу, я не против. Ну, необходимо это знать, о чем я сказал. Рассказал о батюшке. И рассказал подробности, как это было записано, что было, куда поехали там. Вы это не знали? Конечно, не знали. Откуда вы знали-то? Потому что он со мной разговаривает. 27 пунктов, которые я коснулся, я за них отвечаю, все были новые. Я вот хочу сказать, что это Николаева Валентиновича. Был на занятии, Алла вот привезла, привела женщину, которая вот нас потом... Я попросила, чтобы она сказала. И вот когда мы с ней ехали, когда мы ехали, уже она нас довозила. Алла, вот, если она хочет. Мы с ней когда ехали, она говорит, ну, так, Нина с нами ехала, еще Валя, вот ты ехала, да. И она уже перед выходом, мы говорим, ну, как ты там, ну, как тебе вот служба у нас, как у тебя, какое мнение, что вот на занятиях было, и вот на трапезе. Она работает в телевидении, по-моему, да, на телестудии. Она говорит, все я принимаю, все так мне интересно было, и вопросы хорошие на занятиях. И знаете, я, у меня такое, мы говорим, ну, как, вот, Игнать Технич, как-то вот мне это, вас как-то, какое мнение. Она говорит, вы что, какое мое мнение. Да тут какое мнение-то, да у вас великий человек, вы не поняли, кто он у вас, и что он из себя представляет. Тут говорит, даже никакого, я, знаете, я поняла вот одно, да. Мы, имея рядом такого человека, мы не понимаем, кто он, и что он, и что он для нас делает. Она говорит, тут даже, даже говорить не о чем выразить, вы сами не понимаете. Насалый так, как-то так. И мне как-то вот, мы как-то уже, мы, видите, выискиваем всякие мелочи. В чем мы сами грешны, мы вот выискиваем, вот, вы знаете, это низость восприятия другого человека, который, как-то, такого уровня достиг, который Бог нам даровал, и мы такие неблагодарные. И вот я считаю, что вот я к себе, мне так стыдно стало, и думаю, вот человек, который пришел, и она нам все сказала в лицо. Да кому-то еще выискиваем, вот там бы-то, вот тут-то он не так сделал. Да разве это важно? Да вот от всей этой все не важно. И знаете, что это ко спасению ведет, а все остальное вообще, он человек, он же не Бог. И все, и все легче жить-то нам будет станет сразу. Как я хотел добавить к этому. Вот что у нас есть в сайт. Почему никто не образует свой сайт? Вы сами себе вопрос поставьте. Притом сайт наш не имеет равных в мировой практике. Что там есть? 50 книг только аудио. Какие фильмы, какие материалы, какие ответы? Ну у вас позади-то ничего нету. Вы маленько оглянитесь назад. Ну ты можешь образовать сайт, можешь? Как мне сказал Волобоев, я говорю, а Каспришин говорит сайт. Какой сайт? Да он на Алтайской правде там прилепляет свои фотографии. Что ты на сайт-то поставишь? В это время появляется человек, Габриил. И он говорит, форум надо, чтобы можно общаться. Это площадка, где беседуют. А зачем у нас сайт? Я ничего не понимаю. Эти слова говорю не такие. И он помог образовать сайт. Этот, с форума. Но форум-то образовать надо что? Чтобы как у Кураева, они там матеркали гонят на одно слово. Может выступать 1500 человек. У меня это уже сейчас 1700 дней назад. И спора вообще нету. Я об этом говорил и молился. А зачем? Истина дается в конечной инстанции. Дальше идти некуда. Это не одна тема, а 1500 тем поставлено. Если говорится о Ленине, это все до похорон его. И все ролики стоят там. Если вы как обратились, ваши свидетельства и на телевидении было, на видео заснято, и то, что написано, все там вставлено. На всех, на 84 человека. Какая работа проделана? Он сказал, открыл, а дальше-то работа вся. Ну, бывает то. На форуме. Вы видите, какая работа проделана? 1500 тем. А иная тема продолжается. Вот сейчас вопросы-ответы. Это перезаболело через 20 тысяч уже просмотров. 20 тысяч. И которые я отвечаю вопросы, там, по-моему, 3000 вопросов. Сегодняшние вопросы. И они нигде не фигурируют вопросы. Их надо ответить. А зачем они пришли? А мы много слушали и поняли, что здесь это я впервые нашла. Такие вот, о чем она говорит. Это не мое. Совершенно не мое. И люди спрашивают, а люди, ребята, сами понимают, что через вас Бог это делает? Я даже на этот вопрос не могу ответить. Понимают, не понимают. Вот она поняла ее выигрыш. Не поняла. И дальше. Это не мое, повторяю. Теперь Самира вдруг однажды и говорит. Вот вы выставили ролик один. Отец Игнатий, учитель. А что бы вам канал свой сделать? Канал? Какой канал? У меня канал это... Это подал где-то еще. Находится человек. Опять же говорю, Илла, а также Михаил Кальмаев делает канал. Канал на канал. И везде дается. Ставите ролик. А вы согласовались с тем, кто хозяин ролика? Я ни разу не запрашивал в администрацию. Почему? Наших только роликов. Наших поставлено. Ну, прошло 20 тысячи года. 2 тысячи 400 роликов. 2 тысячи 400. А интересно людям? Да, интересно. Такого у вас мало. Ну, вот сейчас выставили, как я ходил, по Билайну. Сегодня, смотрю, уже 400 тысяч человек. 400. И споров никаких нет. Только одно. Сколько у вас энергии? Наверное, можно в деревне светом об этом осветить. Он считал, что там пишут люди. И который даже зашел, одно говорит, что-то против, вы там насчет причастия. Сейчас все это забыл. Куда я попал? Что я слышу? И начинает дальше. Это любой вопрос во святии Библии, по святым отцам, по канонам и по житиям святым. От 4 пункта в каждом вопросе я должен задействовать. Ну и как Бог? Поэтому я просто говорю, испытайте себя, сможете это. Но все же открыто, интернет открыт. Я показываю, что я уж не говорю, на мейл.ру там 7 тысяч фотографий, ролики туда перенесенные. Там люди каждый день приходят. Ну как лучше-то я не знаю. Которые к нам приезжают люди-то, у них тоже ничего нет. Совершенно ничего нет. И они выходят и... Ну вот этот приход, я могу сказать. Вот посмотри, иногда выступает Соболев Юрий. Преподаватель Красноярского университета и академии. Человек небезграмотный. И он говорит, я сижу, обедаю или что-то, я все время слушаю. Сейчас его пригласили там, или он добился этого, катехизацию проводить. Я по вашим книгам только веду. Это близкий человек к Геннадию Фасту. Я что мог, дал. Поэтому, ну мое, что я говорю, действительно, ну короче нельзя. Нельзя. Я еще раз напомню, когда я вел как бы уроки, в академе в городке Новосибирском-то. И я в конце ответил вопрос, а там все профессора сидят. И ответ, я говорю, я вам завидую. С какой легкостью вы получаете ответ на свои вопросы? Один стал и говорит, не завидуйте. Как быстро мы получили, так быстро и забудем. Сколько я перелопатил. Речь идет о тоннах литературы. Не о сантинерах, тоннах. И я вам это все преподаю. Конечно, можно было где-то уезжать что-то, но я просто не вижу нигде. 27 пунктов, которые я коснулся в течение часа, это супер сжато. Если можете, следующее воскресенье, давайте, кто будет говорить? Вести собрание, так ведь, Андреич. На все собрание, не просто объявить. Задействовать, чтобы все знали, о чем молиться конкретно. Берешься? Нет. Братся, Васян, берешься? Нет. Ну кого, Вадим? Берешься? Нет. Сергей? Вася? Нет. Моляй, Николай, да ты сказал. Николай, второй. Работать не буду, попробую. Следующее, через одно, мне надо следующее. Сейчас, следующее кто? Да вот Николай тоже, второй. Так. Николай, второй, второй. Николай, второй. Николай, второй. Я не довольствуюсь на том уровне, где я стою. Ну подними меня выше. И вдруг у меня всплывает Рим. Как в эту машину загоняли. С двух сторон она подпирает буквально бортами. Ночь. Мы только-только расположились, если в это время позвонили тамошнему настоятелю, от, кажется, Святой Екатерины, там храм в Риме, в городе. И рядом видно там Ватикан. И приехал он, и нас выгнал оттуда. Выгнал, сорвал с места и попер оттуда. Такого нигде я не видал и не слыхал. Мы говорим откуда документы, ему ничего не надо уйдеть, и придут там гренадеры или кто там, какие там, ну, милиции-то их. Никого нигде не было. Ну, правда, вышел один из них и говорит, езжайте за мной, я покажу, где можно будет остановиться. Но утром в туалет некуда ходить. И мы должны крутиться, вертеться, просить, и нас выгнали. И у меня вся картина, какой-то ты на Бугорь зашел с собакой, какие там растения, как они шипами кололись, как эти пришли, как ночь проходила. Вот все перед глазами, брат дорогой. Я думаю, что вы ничего этого не забыли. Лучше я не говорю про шведский лес, где мы буквально ликовались их в земле. И так Бог, каких людей дал, это Надежда, Людмила, эти какие-то армяне. И кого только не было, и все старались помочь. И как мы плыли, и сколько заплатили, и как мы там в Калининграде были. Господи, да как я забыл, вчера опять забыл славить за Калининград. Слава тебе, Аллилуйя. И поэтому я опять время занял. Ну неужели этим вас не подбегает, Аллилуйя, и вас на тот же подвиг. Игорь Тихонович, понимаете, когда человек сам делает, тогда он начинает понимать, что чего стоит. Я хочу сказать, что ваше отсутствие большую часть времени проводил собрания и я. Уж как я их проводил, ну, знают люди и одновременно говорили, одни говорят хорошо, другие говорят, что тоже плохо. Ну, потому что, ну, у каждого свое, так сказать, свое восприятие. У каждого свое, так сказать, мнение может быть. Оно никем не может быть запрещено. Каждый имеет право на свое собственное мнение. Но когда вот здесь стоишь, то себя ощущаешь по-другому, когда по сравнению с тем, что сидишь и пассивно слушаешь. Я еще хочу сказать, что в принципе это общение, оно должно быть деятельным, а не просто вот пришел и услышал, услышал или не услышал, или уснул, или думаешь о том, что у тебя там где-то чего-то ждет для желудка или для чего еще. А последнее слово можно сказать? Пожалуйста. Благодарим Богу, или... Нет, нет, еще слово просят. Две минуты буквально говорю. Игнать Тихон, значит, я понимаю, что можно рвануть рубаху, показать ордена награды. Я хочу спросить, кто-нибудь из здесь сидящих сможет вот к этой стальной трубе приварить другую трубу? Уверен, что нет. На сто процентов. Рвать на себе рубаху я не собираю. Понимаете, то, что я до этого сказал, не то, что мне это все не нравится, а то, что я хочу сделать как лучше, чтобы было мне это понятно, Валере, Николаю понятно, чтобы человек не сидел и не падал головой. Да. Я, может, опускал голову, ну, в силу там физиологических особенностей моего костного организма и прочее. Вы понимаете, в чем дело-то? Но, как так люди не понимают, что даже отрицательное, оно более полезно, чем положительное? Вы понимаете, в чем дело-то? То есть, то, что я здесь сказал, неужели кто-то, ни у кого не было таких мыслей? Сомневаюсь. Сомневаюсь. Вот такие мысли, вот как у меня. Ну, вот одно и то же трындит, ну, надоело все. Я сомневаюсь, не сомневаюсь, а спроси. Кто? Я спрашиваю, кто-то со мной был согласен или нет? Вот то, что я говорил. Можно честно скажу? Я, честно говоря, тоже утомилась, извините, Виктор Андреевич, от проповеди долго. Нет. Это мое. Она говорит о проповеди, которую в храме считал. Все. Нет, я, ну, я немножко. Нет, Николаю. Так, чтобы право. Нет, ни одного человека, я не сомневаюсь, ни один, не поднял. Нет, он сказал про проповеди, он говорил про... Слово я говорю, открыто и в глазах. Хуже, когда этот человек таится, но в себе кипит и пенится. Вы понимаете, в чем дело-то? Я вот к чему призываю, чтобы люди были более открыты, не зажаты и не убегали никуда и прочее. Вот видите, ну, уже устали. Осталось там маленько. И было мало, и осталось маленько. На занятия вообще не будет. Я, к сожалению, сам не могу. Мне еще на работу сегодня ночь там в этом грохоте сидеть, чтобы голова не лопнула. Дай Бог выдержать только все это дело. Вы понимаете, все дело? Я-то не о себе болею, что я вот такую вот рубаху сейчас ордена и медали начну показывать, да? Ну, и что, что? Ну, кто что-то делал? Это всяко бы бывало у всех в жизни. Заслужки Гнат Тихоновича я не собираюсь уморять. Да, такие подвиги, которые он совершал, из нас никто даже приблизиться к ним не может. Вот в чем дело. Его заслуга в том, что мы все здесь. Его, его это основное. Через его проповедь я обратился, да? Услышал в политех, и все. Я полностью изменился. С одного раза причем. То есть я это принял, это мое. Но я считаю своим долгом сказать человеку честно, открыто и в глаза, а не сидеть на кухне и шептаться в кружку чая, вы понимаете? Он меня знает, я его знаю. Ведь хуже нет врага, который таится. Это предатель. Это чисто... А предатели в военное время без суда и следствия. Вот и все. Поэтому, я просто... Кто-то, если согласен с тем, что у нас происходит, то я не против, пожалуйста, пусть, пусть... Но мое мнение такое, что ну дать каждому человеку, чтобы он тут чувствовал себя комфортно, вы понимаете? Не придавленный грузом, ну, как сказать, обязанностей. Но у него еще есть и права у этого человека, понимаете? Он может... Он сидел-сидел, да че тут-то? И ладно, пошел. Ихали, ушел. Две минуты, уже прошло. Все. Не говорите, две минуты. А скажите, у меня восемь минуты. Так, придавленные права. У нас юрист. Скажите, какие придавленные права здесь? Поясните, что здесь есть такое? Кому-то прав не дали. Я говорю, что... Я сейчас к юристу обращаюсь. Нет, ну пусть он скажет, что под этим подразумевал. Вот и все. Скажите, что подразумевали? Он ничего сам-то не скажет. Его никто не добил. Не нравится, он в коридоре стоит, вышуминул и все. Я понимаю, что это искушение сегодня большое подошло. Но меня этим нельзя взять. Никак. У меня другой путь прошел. И поэтому, готовясь здесь, я предполагаю всякий исход этого. Вот сказали, я варил трубу, а вы можете? Не могу. Я благодарен вам. Сколько, скажите, времени требуется, чтобы заварить вот эту трубу, и чтобы там вода протекала? Коротко так скажите, быстро. Ответить, что ли? Ответ, конечно, раз посмотрю на вас. Ну, если в этой комнате, ну, часа полтора. Часа полтора. Я буду просить вас, ну, я устал. Ну, не могли бы выставить, я тут поддерживаю, там что-то, помощник какой. Но за 15 минут-то мог заварить-то. Я варю другое. Я привариваю вас к Слову Божию, к любви ко Христу. Это другая приварка идет. И чтобы в мозги вам протекала эта вода духовная-то. А если вы сегодня, кто выпьет, кто покурит, то у него там мозги-то засоренные. Кажется, я поставьте этот вопрос. Когда от нас, говорят, отошла, давно ли это, зараза? И тогда понятно будет, почему что-то у меня не входит. У меня это все входит. Я провел много собраний у баптистов. И ни разу, нигде не посягнул, что не дадут слова. Поднял руку. Почему мне всегда давали? Вот что удивительно. У 50-ти, у адвентистов, где бы ни поднял руку, они дадут. И никогда никакого регламента не было. Я заканчиваю сейчас. Ну, еще скажите. Ни разу, нигде, никто не роптал на длительность. А я ведь во всех отделах милиции вел, в воинских частях, на заводах, пабликах, университетах. Не перечислишь где. И ни разу, никогда. 17 лет в университете, 17 лет в тюрьме. Никогда. Почему вопрос? А почему все боялись, все придавленные, не давали регламент? Конечно, не поэтому. Им было это очень интересно. И нынче я впервые встретил человека, диакона, когда приезжал в Потеряевку. Он был среди курсантов этих военных. И он рассказывает, с каким наслаждением мы это все слушали. Это не кто-то говорит. У меня слишком много хочется дать. Слишком много. Если я что-то не сказал, мне думают, эх, вот это надо. Они, может, этого не знают. Оказывается, не может, а вообще не знают. Поэтому, братья, приготовьтесь в следующий раз. Я не то, что там, а, сбрындил, не хочет проводить, теперь собрание. Нет. Все, никого нет, я опять выйду. На меня это не действует. Что там сказали, против. Я благодарю. А закулисно, ну, что это, совсем никакие не христиане, закулисно, что такое. Какое? Открытым забрал им. Я иду на вы. Я пошел в Билайн, во все организации. Но сначала им, чтобы они просчитали, с чем я иду в прокуратуру. Я никогда ни одной бумажки за жизнь не выписал, не выпустил без адреса и без подписи. Ни разу ни одной. Это не моя тактика. А говорит, бояться. Правильно, он видишь, юрист, он знает, конкретно подтвердите, ничего и нет. Придавленное, там то другое. Ну, я понимаю, что ты нарочно это говоришь. Или там, с какой-то целью умышленную. Ну, выхода никакого пока нет. Как было, так и будет. Потому что вы не беретесь проводить собрание. А, ну, без собрания мы просто вышли, отскочили друг от друга. Тогда, конечно, и община не нужна. Я пойду в любой храм, отстоял, да и домой, как пешка. Мы-то слышим что-то. Вот смотрите, вот мне сказали, а ты так напишешь, вот написала, ваша жена. Красота. Нет, не напишу. Она снабила нас надписями. Везде мы их сфотографировались. И в Афинах, и в Берлине, где бы мы ни были, везде мы, в Германии, сказать, во Франции, Париж, Надежда Ивановна. Ваша супруга написала. Я не претендую, а сколько написала, сколько надо, чтобы написала, и красиво. Я хочу написать на ваших сердцах великие слова великого Бога. И поэтому здесь никакой спешки нет, ничего лишнего нет. Я хочу сказать, что вот я не могу ни в коей мере даже сравниться с Игнать Тихоновичем, с нашим наставником. Но когда я проводил собрание, то же самое слышал в адрес свой. Как неудивительно. Долго. И об одном и том же. Те же самые слова. Ну поэтому кафедра это всегда, она свободна, ее можно занять каждому из нас. Поясняю. Иоанн Златоуз говорил о пьянстве. И говорит, шестое. Выпусти ее, выпусти. Она не слышит, глухонемая. Вот. И он ему говорил, опять то же самое. Одно и то же, одно и то же. И когда я насчитывал о пьянке, у меня родной брат отличился от алкоголизма. Приехал с Фрунзе и здесь на уколы ходил. И он лежал наверху, грелся на палате. И он тоже встал и говорит, ну каждый день одно и то же. А я насчитываю пропаду Златоуста о пьянстве. Почему? Он пьяница. Она это словно не вмещается в нем. Я в Златоуст смеялась, но убедил ты, никто не ходит. Да посмотри в окно, женок-то, твои прихожане. Что Златоуст бы сказал? Ой. Нет, еще он говорит, я не говорил, что всех сумел убедить. Слушайте внимательно, я всех не убедил, но хотя бы одного убедил. Не одного. Но вы-то сидите, не пошли же гулять сегодня. Значит, вас-то я убедил, но хотя бы вы ушли, я один остался. Награда моя больше перед Богом. Когда кто-то обращается, я получаю радость, и часть награды небесной переходит на землю. Но если никто не обратился, я говорил, да кто-то возмутился, моя награда полная, я верным перед Богом оказался. Ну ладно, пусть награды будут меньше, только обратитесь. Это только Златоуст мог так сказать. Эти слова не сегодня повторяют люди. И нудно, и долго, и прочее. Ну не... Я понимаю, человек уставший. Но мы когда ездили в поездах, по всему Союзу, в поездах, то через наше купе не могли пробиться проводники. Милицию однажды взяли, милиция дошла, села, и дальше не пошла. В нашем купе сидела. Это Бог делает. Я попал в Третьяковскую галерею. И когда дошли до одной тупиковой комнаты, там икона, я стал объяснять. Комната полностью набита. Милицию вызвали, и милиция никак не могла пройти до меня. Интересно им это? Интересно. Каждый штрих иконы я объясняю, что он объясняет по Святой Библии. Служители побежали, привели, они не могут пробиться туда. Это было в Исаакиевском соборе. Четыре группы заходят. И когда она увидела, стала говорить, поднимите врата вверхи ваши, там, насадскими вратами. И она говорит, это священник, в одежде такой красивой, на Пасху приходит. А я стоял рядом, и говорю, это не так. Не так? А как? Я говорю, это означает, Христос прославленный выходит из Преисподня. Слава его такая, он ни перед кем не склоняется. Образно, гипербола, что он не может войти. Вверхи даже сами подняются, чтобы ему войти. Так вы и говорите. Я стал говорить, и теперь вторая группа, третья, четвертая. Весь Исаакиевский собор оказался забитый, но уже никогда не было. И новые продают билеты, зайти не могут. Аж почему не заходят? Полностью забитый, никто не выходит. Это, конечно, больше часа было. Им не трудно было слушать. И мне пришлось согласиться. выйти, и народ сразу хлынул на улицу. И жаждавшись, жаждавшей душе, каждая капля, как роса, подойдет. Вы это все применяете в таком плане. А может, через это меня сатана желает, чтобы я не говорил, но это скажу заранее, это напрасно. Если никто не будет говорить, я обязательно буду говорить. Я люблю людей. Хочу, чтобы они были живые, действенные, чтобы у них мозги не были заварены ненужным. Чтобы протекала влага духовная. Идите ко мне и пейте. Потому что я люблю вас так, люблю, как детей свои. Идите их. Коля, Коля, пусть скажет. Николай, Николай, Коля, все. Как, Николай? Ну, Таня, я просто еще раз хочу Галину, я отчество ее не знаю, поблагодарить за ту помощь, которую она оказала, дроба там. Вот прям низкий поклон. Хотите, я вам земной поклон сделал, потому что какая была работа, сколько было там трат в этом году. И все это благодаря вам. Потому что то, что мы собрали, это было вот, ну, какие-то мизеры, вот такие вот, вот уже не до делки. А то, что вот вы помощь оказали, этого бы ничего не было сделано. Потому что там... Четверть миллиона. Так дорого. Там доски купили, 70 тысяч машина пришла, это купили, там 40 тысяч. Работников наняли, лето работали, 50 тысяч. Где бы они взяли, мы бы этих денег не собрали бы. А где она взяла такие деньги? А где она взяла такие деньги? А она продала свою квартиру. Квартиру продала. И помогла, помогла, кому я и сказал, и помогла мне. И мы когда спрашивают, а кто вас спонсирует? Вот такие люди спонсируют. Которые, это не богачи, как говорят, ой, они богачи, хотят купить индульгенцию. Не индульгенцию, они... Помощь, это... Какая она богачка? Ну, хорошо, смотри, мы давно были знакомы, уже лет 30 назад. Потом потерялись. И вовремя к месту она появилась. Спаси Христос. Спаси Христос. Это все делал Господь. Вот ее привел, у нас нет было таких людей, а ее привел смерть. Слава ему. Она пришла и спросила, кому помочь? Да. Другие подсуетились, к отступникам начали толкать. И она, она не знает, кихого. Я говорю, остановись сразу, Надежда Васильевна. Ты ей сказала, нет, в первую очередь помочь вот этим. В первую очередь помочь, где у меня тут Галя, которая там с ипотекой запуталась. Я распределял это. И она послушанием своим явила вот такое благодеяние. Обо мне там речи не было. Но когда уже пошло уже к концу, я говорю, ну если на дорогу что-то дашь, И она еще дала. Да еще моих собачек подкармливает. И вот она потеряна, и вдруг она полностью потеряна была, ушла. И вот в свое время к нужному месту оказалась. Через Раису Неголаевну. Это Бог так делает. Бог так делает. А Млава Иисусу Христос. Аллилуйя. Так, ну все, Николай Христос сказал. Все. Поблагодарим Богу. Достойная истековая истину, Блажите Тебя, Богородицу, Присновлаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херубин, И славнейшую без сравнения Серафим, Без исцрения Бога Слово Родшую, Сущую Богородицу Тя Величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия на племенников, От внутренних распри, От беззакония, которые втайне, Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, Чтобы принимали мудрые законы, И всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, Обрати к истине, Чтобы божественная любовь Тебя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, Пусть покаются в небрежении Своем И проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией За то, что оставили Тебя и Слово Твое, Изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, Что сокрыли имя Твое Бога и Его. Дух Святой да наставит нас Не признавать никаких иных богов вопия, А в Ваотче. Господи, научи нас семикратно в день Прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, чести, поклонения Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отец Небесный, благослови нас Тебе. Оставайтесь уже не отец. Дабы имя Твое, Святой, было прославлено в жизни нашей. Ты молился перед смертью о единстве Церкви. Ты единый пастырь. Сохрани нас от всякого заблуждения, от искания своего. Чтобы мы дали место Тебе, Создателю, нашему Творцу, Спасителю и Искупителю. И брата Акима, возврати в мире. Болящего Сергия посети. Дай ему силы все перенести. И всех запойдушь от нам молиться о них. Спаси и помилуй. Хвала Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо.